Уважаемые друзья, мы осуществляем свою деятельность исключительно на общественных началах, без какой-либо финансовой поддержки. Вы можете существенно помочь нашему контактерско-уфологическому проекту Кассиопия, перечисляя нам по мере возможности помощь в виде дара по сердцу. Если вы считаете, что наша деятельность важна и полезна для общества, то вы можете помочь проекту любой свободной суммы. Номер карты для дара по сердцу указан сейчас на экране. Также у нас есть другие способы помощи проекту, которые указаны в описании к этому видео. При вашей активной поддержке наш проект будет более качественно и активно развиваться, так как мы сможем тратить больше времени на его развитие. Итак, здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Максим Броневский. Я являюсь основателем канала уфологического канала Кассиопия, уфологического контактерского канала. И у нас сегодня интересная тема. По просьбам, скажем так, трудящихся, было изъявлено некоторое такое желание поговорить о процессах деструктивного энергообмена. Я сейчас буду делиться той информацией, которую я получал в свое время от внеземных цивилизаций. В частности, при общении с группой контактеров Александра Глаза. Вот. То есть, это не моя личная точка зрения, хотя моя точка зрения, в принципе, со временем стала совпадать с этой информацией. Но это именно точка зрения некоторых цивилизаций на процессы. Мы в свое время их пытали насчет вот этого деструктивного энергообмена и детально разъяснить, как это все работает. И что-то было отвечено. Не все, правда. Многое осталось за кадром, но что-то было отвечено. Мне необходимо, мне кажется, разъяснить сейчас в этой ситуации. Плюс мое высшее я, моя невоплощенная часть подсказывает, что нужно это почему-то сделать именно сейчас. Поэтому я это делаю. Вот. Вы мне можете абсолютно не доверять. Я не претендую на роль какого-то гуру. какого-то великого мастера. Я просто исследователь. И было бы для меня интереснее, чтобы вы этот процесс исследовали вместе со мной. Просто я поделюсь той информацией, которую я уже накопал. А вы бы исследовали это также вместе со мной, привлекая какие-то другие источники и так далее. То есть все нужно проверять. Так как я задействован в науке, научная методология любая, она говорит, что проверка должна быть всегда. Нельзя доверять какому-то одному источнику или какого-то выбрать гуру, мастера, авторитета и следовать его, скажем так, посылам, тезисам. Потому что наука, я благодарю, что я, судьбу благодарю, что я попал в науку. Научный подход, он многое изменяет в мировоззрении. Пример такой, что, как она показывает практика, в науке нет никаких авторитетов. Поэтому я сразу предупреждаю, я тоже не авторитет. Вы очень критично должны относиться к тому, что я говорю. Как и не авторитет любая внеземная цивилизация. Это может быть только ее взгляд на какие-то отдельные процессы. И у другой цивилизации может быть немножко другой взгляд. Но общая закономерность всегда прослеживается. Вот, поэтому в науке авторитетов нет. Для меня тоже авторитетов нет. Я так привык работать. И это, я считаю, нормальное. При этом позволяется глубоко обникать во многие процессы. Потому что авторитеты могут так же элементарно заблуждаться. Мы это должны все четко понимать. И сегодня я бы хотел в начале этой нашей беседы, моего монолога, разбить некоторые мифы. С моей точки зрения, то, что мне удалось накопать, исследовать. Что говорят отдельные контактеры, скажем так. Не только контактеры, да. Вот, допустим, первый миф. Это как бы предвкушение нашей основной темы. Сейчас и вообще ранее появлялась постоянная информация, что вот якобы разные страны Земли, за ними кто-то стоит из инопланетян. Или за континентами там и так далее. Ну вот основной такой шаблон. Это типа в Америке. Америку контролируют рептилоиды. Злобные серые. Также вот какую-то часть Южной Америки контролируют какие-то злые существа инопланетные, да. Ну и Китай там тоже какие-то. Ну а Россию, например, всегда контролируют какие-то светлые созидательные силы. Вот. Мне придется этот миф разбить. Потому что то, что я получал такую информацию, она не соответствует вот этому стереотипу. И вы сейчас это поймете. Смотрите. В каждой стране, в каждой стране мира есть контактеры с разными цивилизациями. Допустим, вот здесь я знаю точно. Вот в Африке, в Южной Африке есть контактеры, много контактеров с плеядинцами, с десоруицами, с пекранцами. То есть, в Южной Америке много контактеров, также со светлыми цивилизациями. Ну, мы так условно это назовем, да. В Северной Америке есть контактеры и с десоруицами, и с пекранцами, и с плеядинцами, и еще с множеством, скажем так, светлых цивилизаций. И на всех континентах они есть. И также есть проводники, скажем так, тех, кого условно мы можем называть деструктивные цивилизации, или там темные силы, да, космоса, еще такое понятие старое. Вот есть проводники деструктивных сил, они тоже есть в каждой стране. И в Китае есть, и на Филиппинах, и в Австралии, и в Индии, и в Южной Америке, и в Европе. Поэтому нельзя сказать вот так вот, что какая-то территория там курируется какими-то светлыми силами, а вот остальные все, это просто какой-то кошмар, ужас. Все разнобой как бы такой. Люди курируются разными цивилизациями, в том числе и деструктивного плана, и конструктивного плана, и проживают на разных территориях. Вот можно сказать, что просто эгрегоры, конкретные эгрегоры, которые завязаны на какие-то территориальные образования, они курируются определенными неземными силами. Такое можно сказать. Но эгрегоры, они тоже разношерстные, и нельзя сказать, что вот где-то курируются там только светлыми силами, где-то темными силами поэтому вот такой разнобой по всему земному шару в разных представителей разный проводников разных энергий условно скажем и деструктивность конструктивно поэтому вот эта точка зрения она совершенно необоснованно что некие страны курируются светлыми силами некие там темными силами это совершенно неправильный подход вот с моей точки зрения крайней мере по той информации которую меня есть вот это вот ну и вы сами понимаете да что все разношерстные странно было бы там какую-то территорию там души только под какой-то одной курациями цивилизации то просто для эволюционного процесса бессмысленно вот есть то что передавали приходят души примерно с общими задачами чтобы наработать какие-то общие наработки допустим там какие-то качества наработать общие они действительно приходят на конкретную территорию заселяются чтобы им вместе с другом отрабатывать вот эти качества и навыки но вот так чтобы какая-то территория там конкретно подлежала какой-то цивилизации по светлой или темной там такого вот я не вижу и не согласен из этой позиции поэтому я считаю что это некий мир некая иллюзия вот теперь будем двигаться дальше значит тут надо определиться кто такие темные силы так у нас все-таки сегодняшняя сегодняшний мой монолог можно сказать лекция да но связано именно с понятием темных сил поэтому мы сейчас попробуем определиться кто же это такие я бы разделил на три категории условных представителей этих сил 1 1 категория это физически плотные существа которые живут на других планетах которые имеют точно такие же вещественные тела какими если по-научному горит тела из барионной вещественной материи из атомов молекул вот привычных нам элементов и это разные существа они могут объединяться в содружества мне сейчас известно несколько таких содружеств и одно из этих содружеств это также известно нам и моим зрителям и зрителям канала кассиопе ирина подзорова это союз 16 и плюс империя драка это отдельная структура вот можно условно их назвать темными силами это представители цивилизации и как я уже говорю имеющие такие же плотные физические тела таким и все многие из них гибриды как правило с рептилиями вот то что касается союза 16 это кстати к той истории что когда там серые похищают всех серых под одну гребенку начинают мести что серые все плохие и серые из союза 16 могут похищать или связанные с ним и это как правило гибриды есть вот ташиганцы это которые эволюционным путем прошли на своей планете из определенных видов животных а потом уже началась гибридизация много миллионов лет назад и получала получилась огромная разновидность этих серов и у некоторых из них на планетах установлены тоталитарные режимы и как бы человечество у них такое соответствующее отношение ну вот у них как правило вот этих цивилизаций у них действительно на планете тоталитарные режимы хотя это с нашей точки зрения как бы с их позиции они это не считают неким тоталитаризмом они их называют там по-своему по разному они говорят это правильный подход но вот как их воспитали так с детства что есть некий там планетарный такой совет и он как бы жестко задает правила игры и никто не может никто и не имеет особо своего мнения все действуют четко по задуманному плану сверху вот этого совета шаг влево шаг право расстрел да как говорится поэтому для них это не является тоталитарным вот и они как бы считает такое поведение нормой но кстати не все из этих цивилизаций тут наверно тоже под одну гребенку нельзя всех определять потому что в этих цивилизациях есть и не души которые приходят и они недовольны они пытаются сопротивляться и даже у меня была информация что были попытки но это в других галактиках правда но были попытки свержения таких вот режимов тоталитарных на планете и как бы перехват управления там более конструктивную сторону вот это значит у нас получается ну их можно условно называть темными силами потому что когда начинаешь ними общаться они конечно себя таковыми не считают они вообще не считают что они действуют как-то вопреки там законам мироздания ну говорят ну воля то нарушается но ничего страшного у нас же все на благо общество сделано а воля конкретного индивидуума ну это не имеет она особого значения в нашей цивилизации то есть у них свое мировоззрение своих как бы шаблоны в голове ментальной поэтому когда начинаешь ними говорить что вы там такие нехорошие конечно они там не поддерживать точку зрения есть часики пытаются а почему мы можем и так быть и такими быть то есть они начинают вот такой разговор в такую условию но так как у них соответственно политика настроена то чтобы вмешиваться в друге в дела других цивилизаций так как вот этот сам тоталитарный режим скажем тогда он настраивает индивидуум на то что это нормальное явление вообще вмешиваться любые дела и кому-то диктовать свои условия то естественно они виде там разных их структур их содружеств они проникают также и на землю вот и проникали и проникают так я понимаю вот теперь следующий у нас тип цивилизации который тоже как бы может отнести к темным силам космоса здесь я щас попробую порисовать это у нас представители представители условно скажем так других измерений ну здесь я зрителей некоторых отошлю контактеру ирине подзоровой она хорошо объясняет эти нюансы что есть значит кроме нашего сейчас я тоже нарисую это все значит вот условно я буду рисовать это не именно так как на самом деле данным некой некий вид условности значит вот есть у нас вот этот вот уровень это у нас вещественная вселенная это где наша материя состоит из атомов вот здесь у нас есть планеты галактики звезды звездная пыль и разные представители разных цивилизаций но так как вселенная у нас многомерно то есть параллельно с нами существует другие виды вселенных они как и словно можно как слоистый пирог их нарисовать этими прошу прощения за то что я так рисую но не главное чтобы было демонстрационность информационность этого все процесса значит и это все условная как бы картина но для общего понимания значит у нас есть получается наша вот эта вещественная вселенная вот этот уровень да как я уже говорил из атомов и молекулы так далее это мы где живут существа вот имеющих физические тела и также дальше идут пространстве заполнены другими вселенными состоящими из материи другого уровня других качеств или других вибраций некоторых эзотерических источниках это также именуется другими плотностями там первая плотность вторая плотность там третья плотность и так далее вот это просто другие материальные вселенные вот я их так называю и некоторые цивилизации также называют если по более научному то некоторые цивилизации применяют в этом слове случае в этом случае слова мерность участвует учиться и на по научному языку они там говорят первое пространство с такими-то мирностными характеристиками то есть мерность это разность как бы качеств в пространстве или в энергии и они как будут часто вот это слово можно слышать когда с учеными общаешься там разность мерности градиент мерности изменение мерности как только меняется мерность сразу меняется и частотные характеристики это прям взаимосвязанный процесс вот и соответственно вот эти материальные вселенные они параллельно нам как бы они по частотам и материи их на других частотах имеет другие частотные характеристики и мы как бы не осязаем но они прямо с нами в одном пространстве то есть они где-то отделены просто они работают на других частотных характеристиках и на нашими органами чувства никак не не осязаются то есть чтобы их оседать надо настроиться на их частотные характеристики и тогда можно как-то с ними взаимодействовать вот и соответственно у нас во вселенной вот живут у нас во вселенной вот так и буду отмечать цивилизации которые имеют физически плотные тела то есть так грубо нарисуем просто условно в другой соседней там материальной вселенной которым материя как говорилось другого другой тип материи имеет это вот ирина подзорова тоже называет тонкоматериальные беретом плазморная цивилизация они нами естественно не со займа но они живут своей материальной вселенной параллельно нашей они там имеют тоже цивилизации они имеют тела из своих материй это же вот условно тут нарисую потом идет следующая вселенная там свои цивилизации которые имеют тела из своих материй так ну и следующее тоже так тоже свои цивилизации в другой материальной вселенной а вот все эти цивилизации они также другом никак не пересекаются то есть вот здесь тоже нужно понимать это вот своя вселенная со своими со своими материями своими энергиями это своя вселенная хотя это все как я говорю в одном пространстве но по частотам они никак не пересекаются здесь такой пример можно перевести если меня слушают хотя и обычные люди могут это знать то есть как вот станцию настраиваете допустим у здесь у нас маяк радиостанция здесь какая-то другая радиостанция там это москвы там здесь там еще что-то да и вот как на радиостанцию устраиваем ага настроились на маяк значит мы сонастроились с этой вселенной с материи с этой вселенной и мы как бы можем взаимодействовать не изменили чистоту настройки сонастроились другой вселенной это уже для нас это вселенной уже невидима то есть мы не слышим а по радиостанцию эти тоже радиостанции не слышу потом сонастроились с этой видим только ощущаем только вот эту эти эти не видим не ощущаем остальные то есть они никак другу не присни соприкасаются нужно понимать но соответственно в этих вселенных есть цивилизации разного плана то есть в этих вселенных существует и обитают цивилизации разного плана и некоторые из них настроены на некоторые настроены на конструктивный энергообмен это вот энергии там легкие энергии такие счастья радость ну то что как мы излучаем то что энергии это как бы проявление тоже определенных энергетических качеств вот и они настроены на определенные качественные энергии качества и вибрация эти канал кина а есть цивилизации среди них вот среди этих сообществ есть результат которые настроены на излучение энергии с такими качествами как нам злоба агрессия ненависть тотальный контроль манипуляция там подавление другого там еще что то да вот и то есть такие деструктивные бит энергии и это это тоже определенный вид цивилизации которые скажем так значит они тоже воздействуют вот с этих других материальных вселенных они проникают наш физический план на землю и соответственно они тоже могут влиять на определенные процессы большей степени кстати они и влияют вот ну то есть они там между так как у нас вот эти между есть вселенной определенные и как бы здесь между вселенными есть какие-то там энергетический барьер условных так называем они как бы пробивает этот барьер такой создают портал и проходят нашему вещественную вселенную и находят уже могут находиться прямо здесь на нашей планете рядом основа глазами мы их видеть не будем естественно они будут ощущаться как энергетическое образование но кто обладает экстрасенсорным видением и энерговидением тот конечно может попробовать увидеть их вот и они начинают включаться в определенные процессы вот которые у нас на земле происходят деструктивного плана потому что мы сегодня говорим про именно про деструктивный энергообмен вот соответственно вот это у нас получается второй второй тип скажем так темных сил и то есть их мы назовем цивилизации с другими из телами из других форм материи или тонкоматериальной цивилизации так теперь следующий у нас тип так следующий тип темных сил которые у нас также вы могут воздействовать на человечество это у нас представители духовного мира или как другие цивилизации или духовных мерностей то есть это духовный мир это тоже определенное пространство с определенным как говорят другие цивилизации градиентом мерности ну соответственно с определенным разными частотными характеристиками условно энергии но это настолько высокие энергии что как бы они фактически не ощутимы никак вообще вот в нашем физическом пространстве но они тоже имеют свои уровни здесь опять-таки направлю и кирине подзору и она обникаться хорошо говорит на эту тему вот и условно там есть вот условно уровне духовного мира который что тоже создают состоят из энергии так упрощение что получается но как могу ну вот условно говоря это первый уровень второй уровень третий уровень четвертый уровень 5 6 и пошел вверх туда и они вот так вот уходят бесконечно все это уходит так как развитие процесс бесконечно условно говоря к источнику всего мироздания всех энергий мироздания которым можно назвать абсолют вот и соответственно на этих нижних уровнях соответствии с их эволюционным развитием с их энергиями находятся души или духовные сущности если я так правильно будет правильно звать которые скажем так делали создавали в своих там воплощениях много деструктивных вещей как бы и мешали скажем так развиваться другим занимались разного рода деструктивной деятельностью что повлияло на их духовную эволюцию таким образом что их энергии понизились по частотным характеристиками они как магнитом притянулись вот к этим нижним уровнем условно вот и как бы вот эти вот существа они находятся вот на этих нижних уровнях тогда это уже духовные сущности они тел как таковых не имеют это уже духовная структура которая просто пребывает на этих уровнях между инкарнациями между воплощениями вот и соответственно они также могут проникать при определенных условиях могут проникать наше физическое плотное измерение и воздействовать на людей на какие-то процессы ввлекаться в какие-то процессы и так как они заточены свои при своей жизни были на деструктивный энергообмен то конечно они привлекаются тем процессом есть тяжелые энергии вот эти деструктивного плана там опять я повторюсь ненависть зависть злоба агрессия подавление к чьей-то воли манипуляция там и так далее так далее вот это у нас получается третий тип темных сил я на 3 типа разделю так будет удобнее классификации классификации потом заниматься дальнейшей и так двигаемся дальше так но мы разобрались темными силами и определили их типы и подтипы точнее основные типы и теперь мы можем приступить к пояснению некоторых моментов деструктивного энергообмена тут возникает вопрос а почему собственно вот эти силы заточены на деструктивный энергообмен они имеют вообще влияние на землю почему они задействованы в человечестве а причина достаточно просто опять же из той информации которую удалось проанализировать дело в том что у человека есть днк и условно нарисую то есть спирали днк и соответственно днк это сформировано из разных рас как мы уже знаем из разных источников в принципе я получал эту информацию то есть присутствует изначально в человеческой днк присутствуют как и геномы геном приматов это более 40 по моему процентов и остальные геномы это геномы трех цивилизаций как минимум вот хотя сейчас уже соотношение многих людей по-разному потому что были внедрение в человечество и гибридизация разных инопланетных раз за всю историю человечества и поэтому здесь уже все у всех людей по-разному вот это вот соотношение геномов но тут у нас играет основной фактор это днк приматов это обезьяны если так упрощим ему и днк рептилий так вот днк приматов она отвечает за животные инстинкты в человеке то есть вот эти у нас есть определенное инстинктивное поведение которое проявляется у нас в любой момент нашей жизни и вот за наше инстинктивное поведение отвечает вот эта часть днк приматов проявляется она обычно в нескольких ипостасях одна из ипостася это доминантность то есть вы наверно наблюдали ему сами за собой наблюдали и за своими друзьями коллегами практически у каждого человека есть вот это свойство доминировать над другими желание доминировать над другими вот это один из элементов инстинктивного поведения другие элементы это размножение тоже один из элементов жизненно необходимый как размножиться поэтому собственно человек и получает и стремится там допустим к частым каким-то сексуальным контактам потому что идет выработка эндорфинов определенных гормонов и человек как бы получает удовольствие то есть это 1 один из инстинктов вот потом другой инстинкт это самовыживание любыми любыми путями который тоже проявляется практически везде в нашей жизни и соответственно еще там несколько инстинктов да но здесь у нас самый важный это инстинкт доминантности и самовыживание вот инстинкт доминантности он проявляется всегда таким образом что здесь надо еще добавить и забыл всем сказать есть еще у нас же есть еще и рептильная днк которая тоже встраивает в человека в поведении человека определенные качества рептильного плана это такая воинственность агрессия опять-таки желание доминировать здесь она у нас усиливается да и мы видим по жизни что мы в каждом человеке наблюдаем эти качества агрессия доминантность желание управлять другими желание подчинять всех окружающих своей воли вот и значит при развитии человечества особенно в древние времена сейчас это уже немножко все-таки эволюционный процесс идет на земле но вот в древние времена вот это доминантность желание властвовать агрессия она проявлялась очень активно вот а в процессе когда так как у нас получается биология все эти биохимические биологические процессы они тесно связаны с энергетикой с энергетическими телами человека то у нас отсюда вытекает ну явное следствие из этого процесса что когда человек допустим агрессивно входит в стадию агрессии на кого-то пытается напасть или продиктовать кому-то условия у него соответственно в этот момент еще в пространство он генерирует и энергии определенные то есть у него включился вот этот биологический аспект включился сразу автоматом синхронно энергетический аспект потому что это комплекс биологическое тело и энергетическое тело и духовная сущность это комплекс который работает синхронно и соответственно в пространство человек начинает выделять соответствующую энергию агрессии там тотального контроля вот желание подавить кого-то вот и соответственно так как это было всегда из древности древности этого смог то что были постоянно войны выяснение отношений кто круче помните такое всегда ученые недоумевали а почему у человека такое всегда желание выяснить кто круче вот на какой-то любой процесс в обществе не посмотришь там начиная допустим от семьи потом там каких-то мест работы где люди работают да и заканчивая политическими структурами в том числе на глобальном уровне вы заметите всегда этот аспект интересный желание выяснить кто из нас круче этот как раз входит фундаментальная вот этот фундаментальные животные инстинкты человека почему он такой так плотно сидит в любом человеке потому что это на уровне генов желание показать себя круче и выяснить отношения ну соответственно вот эти бесконечные войны бесконечное выяснение отношений с древних времен повлекли за собой генерацию определенных видов инертий определенных качеств которые привлекли соответственно и до сих пор привлекают как я вам уже говорил вот этих существ из других материальных вселенных которые создают такие как порталы в нашу вселенную они же они настроены на эти энергии они с ними взаимодействует им как бы они как бы им питаются они перерабатывают и они встраиваются в нашу физическую реальность и начинают встраиваться в эти процессы энергообмена деструктивного там человек там пошел войной на кого-то или там согрелся все они строили сразу как только они строились в эти процессы они начинают этими процессами манипулировать здесь вот самый интересный момент то есть сейчас я попробую пояснить как это происходит то есть здесь вот этот момент я хотел объяснить что это на генном уровне в принципе мы уже изначально привлекаем к себе вот этим необдуманным неосознанным выбросом разных энергий вот этих тяжелых энергий злобы там ну просто разозлился бывает же в жизни вот инстинктивное поведение но как работает человек там мы его где-то задели тому просто стоял в очереди к примеру магазине он уже там повернулся и весь пышет зло бай автомате это заметьте это автоматически происходит то есть она встроена структуру днк onto днестинка а им прямо инстинктивное поведение почему называется и вот он уже повернулся он уже тимом от снимает деструктивный энергообмен деструктивный включиться можно конечно можно почему нет вот поэтому-то инопланетяне нам постоянно с тех цивилизаций созидательных они постоянно говорят об осознанности потому что осознанность это очень важный процесс осознанность позволяет наблюдать за собой и не проявлять вот этих деструктивных качеств контролировать себя то есть ты понимаешь что в тебе это вложено условно говоря вот эта темная сторона в твоем днк даже вложено да вот это и ты рад разозлиться там потому что когда ты пытаешься доминировать над кем-то у тебя вырабатываются гормоны определенные эндорфины и ты получаешь тоже удовольствие но этот процесс контролируешь когда ты осознанность то есть уже не поворачиваешься в очереди и автоматом не кричишь на кого-то ты просто может быть не заметил даже или отреагировал спокойно совершенно ты в этот момент осознанно подошел к этому процессу и ты пространство не излучил этих энергий злобы агрессии так далее вот а мы же понимаем что как говорят внеземные цивилизации около 80 процентов людей на земле это души не очень высокого уровня то есть это с 1 по 12 уровень по шкале межзвездного союза 80 процентов людей на земле это очень высокий уровень учитывая что у нас мироздание духовные вот эти уровни они уходят бесконечность представьте до шкалу и только 80 процентов земли население земли это с 1 по 12 и всего это очень низкий уровень вот и таких людей очень легко как бы вывести на эмоции поэтому так мало у нас осознанных людей это конечно будет меняться со временем но на данный момент мы имеем то что имеем у нас действительно мало людей которые осознанно следят за своим поведением отсюда и проблемы с этими цивилизациями которые включаются в деструктивный энергообмен они как бы человек уже начинают собственно вести сейчас мы так и разберем один из этих процессов как раз таки так ну давайте разберем вот эту закономерность как это включаются данные цивилизации и данные существа вот в эти процессы деструктивного энергообмена ну как я уже говорил сейчас условно нарисую так вот у нас есть планета земля на то есть как я уже говорил на земле много людей мы можем условно какие-то континенты нарисовать вот на земле много людей которые сами уже по своей природе по своим животным инстинктам готовы быстро сгенерировать тяжелые виды энергии вот соответственно это уже привлекает из других измерений вот этих существ представители этих цивилизаций которые включаются в этот они питаются этими энергиями перерабатывают их и они собственно с радостью включаются в процессы деструктивного энергообмена вот потом что дальше еще чем ситуация чего усугубляется приходят на планету воплощаются души для условно обозначать люди которые являются по тем или иным причинам вот эти души они им нужно отработать определенную деструктивную программу то есть это их на этом этапе развитием это нужно сделать пройти такой деструктивный опыт так вот они являются проводниками вот этих цивилизаций разных то есть через них собственно цивилизация подключена к этим людям энергетически и ну там через разные системы там 3 чакра обычно задействуется еще какие-то моменты вот и этому человеку постоянно спускаются определенные деструктивные программы на выполнение и сам человек он как бы зачастую он даже не сознает что он находится под курацией каких-то вот таких паразитических силов ну тут синоним если я говорю про деструктивные цивилизации я сразу же говорю про паразитические цивилизации потому что это одно и то же что они живут на деструктивном энергообмене и часто бывает так что результате этого энергообмена человек себя плохо чувствует он как бы отдал свою жизненную силу и не получил замен как бы это ну он не смог получить замен энергию от этой от его куратором деструктивного плана вот поэтому вот эти паразитические цивилизации деструктивного плана они действуют через таких людей это люди являются посредниками вот бывает еще другой тип человек не является посредником он там примеру но условно воплотился это другой цвет уже да где-то в какой-то точке на каком-то континенте но в процессе своей жизнедеятельности на земле он вовлекся в какой-то эгрегор или в просто в деструктивный энергообмен определенного характера да и к нему произошла подключка вот этих цивилизации или цивилизации и он у них тоже как бы становится неосознанным контактером то есть их проводником собственно там если им удается в его энергоструктуру загрузить определенные коды ну как закодировать его то человек по сути может даже стать биороботом вот но это опять таки я думаю связано с опытом души каким-то потому что ведь ничего просто так не происходит и значит человеку его душа запросила именно такой опыт и необходимо этот опыт пройти но мы будем двигаться дальше значит что эти люди делают они начинают они появляются везде инкарнирует на землю вот эти души до который проходит от деструктивный опыт и через них работают вот эти цивилизации и эти люди они попадают в разные структуры ну к примеру у него прям четко программа проработана его кураторами попасть в СМИ к примеру вот а другому человеку четкая программа попасть в политическую структуру какую-нибудь другому человеку попасть четкая программа попасть какую-то экономическую структуру другому человеку попасть нужно в какую-то артистическую структуру. И так они по сферам деятельности, грубо говоря. Это, скажем так, такие засланцы получаются. Проводники этих энергий в разные сферы деятельности Земли. Для чего это нужно? Для того, чтобы в этих сферах наводить постоянную дестабилизацию и раскачивать ситуацию на тяжелой энергии, на деструктивный энергообмен. И получается у нас дальше следующая картина. Так, значит, что делают эти люди? Как я уже говорил, они задействуются по своей программе воплощения и своими деструктивными кураторами или паразитическими кураторами, представителями паразитических структур. Они проникают в разные сферы жизни Земля. И там они начинают... Ну вот, примерно, человек, допустим, вот здесь появился, вот такой человек. Это опять у нас Земля, планета Земля. Здесь можно... Давайте я нарисую. Какие-то континенты, вот так вот, чтобы было проще. Здесь тоже континенты. Чтобы было просто показательнее. Это я не в соответствии с реальным положением рисую, а просто, чтобы для более полной информации, для понимания смысла. Значит, на одном континенте, к примеру, появился человек. Он задействован в каком-то СМИ. Ну, вот так по его программе жизни ему прописали такой план, в том числе его куратор, вот эти паразитического плана. Здесь человек тоже в каком-то СМИ появился. Здесь человек в каком-то СМИ. Здесь человек тоже в СМИ пошел. Вот ему нравится там СМИ. И вот как раз это сейчас отдельно затронем, почему нравится. Вот. Почему нравится как раз? Ну, человеку нравятся у него вот эти деструктивные программы, которые в нем сидят, которые плотно как внедрены в его энергоструктуру. Они у него создают эту программу, такой интерес. Потому что любой интерес, любая мотивация – это внутренняя программа, которая в соответствии с его воплощением. Потому что человек не может, если интересоваться тем, что ему как бы не предписано, то есть по тому пути. То есть всегда интерес – это тот путь, по которому нужно идти. Это проявляется в виде какой-то интереса или мотивации той или иной деятельности. И получается, что его тянет в эти СМИ. Почему его тянет в СМИ? Потому что можно манипулировать общественным мнением, например, мнением другого человека и огромных количеств людей. И он как бы чувствует себя таким владыкой, вершителем и так далее. Вот он устроился. Здесь он в СМИ попал, здесь, на этом континенте, на этом континенте, на этом континенте. И, к примеру, он там растет, в этом СМИ становится директором по карьерной лестнице. Ему кураторы помогают и так далее. И через какой-то момент он там включается в определенные программы. И это СМИ работает уже как пропагандистское СМИ. Я просто один из вариантов приведу. На самом деле это многоступенчатый такой процесс. Ну вот просто самое простое. Как раскачать деструктивный энергообмен на Земле среди разных континентов? Самый простой способ. Ну, элементарно можно задействовать, к примеру. Вот этот представитель СМИ, он начинает вещать, естественно, на большие массы. Раскачивать их в плане деструктивного энергообмена, он начинает греть. Вот эти, кто на этом континенте живут, это наши враги. Этот начинает так же вещать. Кто на этом континенте живет, вот они такие плохие, и вообще сейчас на нас нападут, это наши враги. И на этом континенте это тоже наши враги. Здесь такая же ситуация. Те, кто здесь задействован в СМИ, тот говорит, а это наши враги. И это наши враги. Здесь такая же ситуация. Это наши враги. Вообще они не хорошие люди, вообще нам подозрительно к ним относиться. И те наши враги тоже. И вот получается такой интересный. То есть идет раскачка ситуации. Потому что те представители паразитической цивилизации, они лично, многие из них понимают, как эти все процессы, и что надо подкрутить грамотно, чтобы людей вовлечь в массы огромные. Понимаете? Массы людей вовлечь в этот деструктивный энергообмен. Так как человек же, я как говорил, он в соответствии со своими животными инстинктами свойственно быстро впадать в агрессию, то естественно он ведется вот на эти. Ой, блин, тут действительно враги. И вообще вот люди просто на этом континенте, которых там много, да? Вот. Пропаганда начинает так действовать на них, что о-о-о, как страшно жить. Как страшно жить вокруг врагей одни. Вот. И на этом континенте такие же люди, которые уже обработаны этим информационным потоком. Им тоже здесь страшно, потому что здесь вороги. И здесь страшно жить. Вокруг одни враги. Там же вот эти товарищи-то вещают. А люди же не понимают, что они проводят специально такие энергии. Вот. И вот в принципе это один из вариантов рожкачки ситуации, которые мы, кстати, постоянно видим. Постоянно мы видим на планете вот это. И тут формируются какие-то процессы. Дальше запускается. Ну вот сейчас придется мне снова. Так, значит, что у нас происходит дальше? Давайте я опять нарисую условные наши континенты Земли. Словные страны. Значит, что происходит дальше? Вот эти вот люди, которые живут в каждой стране или на каком-то континенте, да? Они уже грамотно обработаны вот этой пропагандой. Через СМИ, в СМИ, где сидят люди, они там разные люди есть, но в том числе там сидят люди, которые являются проводниками деструктивных сил вот этих паразитических. И вот это общественное мнение здесь страшно и всем, потому что везде враги. Здесь страшно, здесь. Здесь начинают испытывать ненависть вот к этому. Здесь начинают испытывать ненависть к этому. Здесь нет. И такая раскачка ненависти идет, потому что это враги все. И высокие шансы. Состояние же врага, это что значит? Вот если вокруг всегда враги, вот если какому-то человеку бить в голову, это даже психологи знают, это в жизни реально работает, то у человека меняется энергетика, что он начинает превращаться в жертву. То есть он ждет некого нападения, к примеру, на себя. У меня там... Это, кстати, проявляется и в нашей привычной жизни. У меня там раньше были такие случаи, что так как жили мы не в спокойном районе, когда я был, скажем так, школьником. И были такие районы, где, скажем так, находились по вечерам, находились или по жаргону по тому времени тусовались, скажем так, определенные группы подростков, которые мы можем условно называть гопниками. То есть это те, которые кого-то там постоянно деньги отнимали, кого-то напрягали, запугивали и так далее. И было несколько ситуаций, когда я проходил... Я просто ставил эксперименты, видимо, неосознанно в свое время, пока не понимал, как эти энергии работают. Я проходил мимо этой группы подростков, и мне просто кто-то... Ну, вроде страшновато, потому что их много, а ты же как бы один. Если один на один еще там что-то можно сделать. А тут, когда много людей, которые агрессивно настроены, то шансы не равны. И как бы все равно страх присутствует. Но мне как-то удавалось сделать так, что чисто настроиться, войти в такой транс, что я мимо прохожу, и я их не боюсь, и вообще их рядом со мной не существует. То есть я создаю такой вот просто вокруг себя некий энергетический такой кокон, скажем так. И они меня видят, но они не включаются ни в какой процесс. То есть как вот другой человек проходит, я это наблюдал отдельно, там какой-то мальчик проходит, они говорят, так, ты из какого района, иди-ка сюда. Ну и начинают придираться. Вот я, изменяя свою энергетику, не давал им повода прицепиться ко мне, то есть по вот этим частотным характеристикам энергии. Понимаете, да? И вот эти вот энергетические аспекты, особенно управление толпой, потому что толпа, это огромная масса, это определенные эгрегоры, там определенные энергии тоже раскачиваются. Вот представители паразитических цивилизаций, они знают, как это четко работает. Они знают, как психология людей работает, знают, как ДНК работает, как животные инстинкты в людях проявляются, как животные инстинкты, как я вот говорил, способствуют выделению тяжелых энергий, и как эти тяжелые энергии можно так соединить, чтобы массу эту разогнать по полному, по полному, полный деструктивный энергогмен. И, соответственно, они этими знаниями пользуются. Вот. И получается, если нам создать в каком-то обществе вот такую энергетику жертвы, что везде враги, сейчас тот у нас нападет, все страшно, то действительно рано или поздно вот событийный ряд, он просто как бы по энергии. Кто-то из этих, если здесь враги, здесь враги, здесь враги в коллективном сознании, кто-то из этих стран в любом случае совершит нападение. Так работают законы мироздания. И вот, собственно, повод, собственно, для войны. Для любой войны. Вот. Поэтому, когда начинаются военные конфликты, вот сейчас мы к этому перейдем, то как раз таки задействуется событийный ряд, который задействуется этими цивилизациями паразитическими. Они раскачивают вот эту вот энергоструктуру таким образом, коллективного сознания, что формируются какие-то эгрегоры, где эгрегоры, основанные на страхе, на таких тяжелых энергиях, опасения, что сейчас на нас нападут или кто-то, и начинается вот этот, в любом случае, из этого выстекает военный конфликт. Это уже на физическом плане. Вот. Когда бы мы спрашивали, почему так, можно ли же без этого процесса произойти, зачем вот эти кровопролитные войны и так далее, был ответ такой, что на вашем этапе развития, так как у вас очень невысокий уровень развития, нет понимания процессов, вы сами создаете неумышленно эти процессы, сами привлекаете вот эти силы, которые выстраивают эти событийные ряды определенным образом, деструктивным, и начинается, собственно, какой-то военный конфликт. То есть, вы сами создаете неосознанными, неосознанными действиями. Если вы будете поумнее, если вы будете в будущем понимать, как эти энергии работают, то вы перейдете на другой уровень и больше создавать этого не будете. А на данном этапе это как бы неизбежный процесс на вашем уровне развития. Вот, поэтому вот так вот было передано. И по сути, получается, любой такой процесс, вот передавали в свое время, получали информацию по революции 1917 года в России, то же самое было сформировано на тех же принципах. Раскачка энергетики общества, раскачать это было легко, потому что общество уже изъявляло недовольство. То есть, перед революцией 1917 года было огромное недовольство в обществе. В российском, И люди постоянно излучали вот эту энергию недовольства, что действительно была ситуация проблемная, потому что много людей, людей было просто нищими. и просто вот эта верхушка, да, она по сути эксплуатировала людей. И были большие проблемы с продуктами, просто, и естественно, эти энергии генерировались. И когда энергии эти входят, эгрегоры, вот эти сформированные такими негативными энергиями, они там запускаются процесс, что как бы государство не развивается. то есть вот этот политический эгрегор государства, он как бы начинает стопориться. Как сказали, такой застой происходит энергетический. И чтобы этот застой критическую вот эту массу энергии разбомбить как-то, то из пространства включаются вот эти представители паразитических цивилизаций, то есть они в данный момент, ну, в какие-то моменты они выполняют свои функции по очищению как бы земли от этих тяжелых энергий. И как бы раскачки вот этих тяжелых процессов, чтобы потом перевести их на более конструктивный уровень. И они, собственно, включились в этот процесс, прошла, соответственно, раскрутили эти деструктивные энергообмен. Еще мощнее, еще больше, произошла революция, понятно, под воздействием вот этой раскрутки. И соответственно, сменился политический режим в России. Был царь, была монархия, да, и стал социализм с Владимиром Меньшом Лениным. Задействованы были, да, как раз сопредставители паразитических цивилизаций в этом энергообмене. Теперь следующий пример я еще хотел бы привести такого энергообмена, когда вот такие цивилизации включаются. Так, теперь следующий пример я приведу, это тоже мы получали информацию, поэтому здесь можно наглядно расписать. значит, вот у нас приход, мы берем гитлеровскую Германию, и это условно нарисуем. Вот, значит, как выяснилось, в принципе, Адольф Гитлер уже во время войны он был точно курируем определенными структурами, в том числе представителями Драконьянского сообщества. и уже перед войной, насколько я понимаю, он уже проводил их планы в жизнь, то есть перед захватом Европы, перед самой Второй мировой войной, Адольф Гитлер был уже, как бы сказать, плотно курируемым, курируемый представителями вот этого Драконьянского Содружества. Вот, и он курируемым был не в принципе не физическими вот этими плотными цивилизациями в виде драконьянцев, рептилоидов и так далее. А как нам говорили, что в него были внедрены структуры именно тонкоматериального плана, то есть из других материальных вселенных вселенных. Почему? Потому что практически в каждом таком содружестве там так получается, что вот эти все содружества тоталитарного типа, они автоматически притягиваются опять-таки по энергиям к сотрудничеству тонкоматериальной цивилизации похожего по энергии, похожего типа. То есть на вот этих тяжелых энергиях подтягиваются вот эти паразитические цивилизации. Получается вот это тоталитарное содружество может быть, это только физического плана. То есть его участники на физическом плане и в это же содружество привлечены тонкоматериальные цивилизации из других материальных вселенных, которые имеют энергетическую форму материи своих тел. То есть это уже такой конгломерат такой большой, который тоже можно назвать конгломерат темных сил, условно, какой-то местный локальный. И соответственно Гитлера курировали уже как нам было сказано, это вот не моя личная информация, а то, что было передано. Его курировали именно такие энергетические существа уже от империи Драко. Более высокого уровня из других материальных вселенных. Паразиты, грубо говоря, вот эти, что мы называем. Вот. И дальше соответственно раскручивался событийный ряд. Почему это все вылилось в такую кровопролитную войну? Потому что чтобы по истории мы сейчас знаем, что Гитлеру помогали там Рокфеллеры, Ротшильды, там и разные промышленники еврейского происхождения в том числе. И там тоже есть определенная у них курация, потому что это отдельная тема отдельного разговора. А событийные ряды как выстраиваются? Вот Гитлер у нас есть, да? И вот допустим где-то там в Великобритании условно нарисуем сидит Ротшильд или представитель семейства Ротшильда. Здесь какой-нибудь Рокфеллер, да? У них как может быть? Тут может быть два варианта. Нам говорили, что они включились не просто так в эти события на ряды. То есть либо у них, либо они осознанные контактеры, им просто их кураторы сказали помоги финансово Гитлеру, потому что сейчас здесь будет очень интересный деструктивный процесс. Нам нужно включиться в него. Также там какому-нибудь Рокфеллеру помоги финансово Гитлеру. Вот финансовая помощь Гитлеру была оказана, как мы все знаем. А если они не осознанные контактеры, это было, как я уже говорил, это был чисто такой интерес. Вот человек просто, он сам не понимает, это вот как биоробот. Здесь наверное такой аналогии можно привести, как биоробот. Вот он увидел там какой-нибудь Гитлера, да, или там еще какого-то человека, и он говорит, надо ему вот помочь, вот я хочу ему помочь, внутренние ощущения, потому что его кураторы, они настроили так его энергетически, что вот вот хочу помочь. И естественно он также связи, уже обоюдные, и начинается вот это спонсирование вот этой вот Германии, Гитлера. А дальше вот эти разные силы, они включаются с разных континентов, с разных стран, они включаются в этот процесс разного вида помощью там и так далее, и начинают раскачивать, плюс еще раскачка идет из других измерений, скажем так, да, и соответственно здесь накапливается какая-то армия, там так далее, здесь такие воинственные настроения, кстати, отдельную тему, как я уже говорил, здесь внутри Германии также, если мы сейчас будем разбирать, это тоже мы, отдельный элемент этого мы на контактах проясняли, здесь внутри Германии есть свои посредники деструктивных сил, проводники, да, вот этих паразитических цивилизаций, они тоже в разных сферах, как и в любой стране задействованы, кто-то осознанный, кто-то неосознанный и так далее, вот, естественно, кто-то из них привлекается, так как Гитлеру нужно было выстраивать определенный пропагандистский ресурс, который бы основной массой людей, которые не являются проводниками, да, ну и светлые души есть, понимаете, это уже не все, скажем так, представители деструктивных сил, то ему нужно было создать пропагандистский ресурс, и сюда пропагандистский ресурс, естественно, по событийному ряду автоматически привлеклись вот эти вот по энергиям представители посредники там деструктивных цивилизаций, паразитических, и по всей Германии пошла там пропаганда, что мы самая лучшая, самая высшая раса, все вокруг враги, опять же, это вся пошла вот эта метафора, не метафора, а вот эти призывы, да, все вокруг враги, значит, мы самые лучшие, мы достойны лучшего, и вот они начали раскачивать общество на вот этих тяжелых энергиях, и коллективное сознание очень легко вошло в это, вот почему многие историки до сих пор не могут понять, а как так, как удалось зомбировать вот таким методом огромное количество немецкого народа, а потому что там определенные фокусы применялись, и в этот эгрегор включались, пропагандистский эгрегор, даже там нам показывали, что было такое, что сейчас я значит в эгрегор включались в Германию активно люди, и применялись для этого очень интересные инструменты, вот я приведу такое, один из механизмов, их там много разных, к примеру, Адольф Гитлер стоит и выступает здесь трибуна, как он это любил делать, здесь вокруг него толпа немцев, ну я много рисовать не буду, но здесь огромная толпа, где-нибудь какой-нибудь там митинг в Берлине, да, или в каком-нибудь другом, во Франково, где он там ездил, у Адольф Гитлер естественно уже к тому времени был проводником вот этих паразитических сил и империи драка, естественно, представитель империи драка, и получается он как бы уступал с речью, а человека есть у многих из, кстати, из посредников или проводников вот этих паразитических цивилизаций, у них есть такая личная харизма, это вот очень важный момент, естественно, человек обладая грамотно построенной речью, ораторским мастерством и личной харизмой, он как бы людей завлекал, привлекал внимание людей и люди вот и плюс грамотные речи, грамотно составленные, это что же мастерство, то есть пропаганда это отдельное мастерство, манипуляция, и люди вот вовлекались вот в этот процесс, как бы симпатизировали ему, включались в него. Дальше формировался вот такой большой эгрегор толпы, на которой он вещал, а определенные силы вот эти паразитические через него заходили вот в этот эгрегор, структурировали таким образом здесь связи и энергиозаимодействие, что они еще дальше людей раскачивали, как бы правильно сказать, превращая людей в таких биороботов, то есть еще больше, то есть отключение сознания, отключение мыслительного процесса, а вовлечение чисто эмоционального в этот процесс, то есть вовлечение на эмоциональном уровне вовлечение в личность Адольфа Гитлера, какой он у нас великий лидер, понимаете. Вот такие методы променялись, чтобы эти методы увидеть, надо что-то обладать каким-то энерговидением вообще, и понимать, что происходит на этих уровнях, а естественно, большинство людей вообще об этом ничего не знают. вот поэтому вот эта раскачка велась на разных структурах общества немецкого, и соответственно, это все вылилось вот в такую вот смертоносную войну, можно сказать, когда раскачка была максимальная уже, и проблема-то в чем, что вот эти силы, вот эти паразитические цивилизации, они как бы задействуются как функционал для того, чтобы, скажем так, вот эти вот, когда есть такой накал страстей, накал вот этих тяжелых энергий, они призваны, чтобы разрушить эти тяжелые энергии, это их работа, потому что деструктивные, если вы понимаете, да, если в конструктивный энергообмен включаются светлые цивилизации, вот такого плана, то в деструктивный энергообмен, соответственно, включаются другого типа цивилизации, они должны вот это все растворить, как бы вот это, чтобы этих эгрегоров темных не было, то есть разрядить вот эту обстановку, да, но у них есть такой один большой минус, когда они входят вот в эту игру, они же как бы получают удовольствие тоже от этого, то есть там в таких вот тонкоматериальных цивилизациях, деструктивного плана, там тоже разные души воплощаются в эти тела, и есть души, которые, демонические души, к примеру, которые работают на раскачку там низких энергий, совсем низких, агрессия, там злоба, страх, а есть души, которые, они уже повыше уровнем, им уже не интересны эти энергии, им интересно, они получают удовольствие, прям очень, прям любят это делать, они получают удовольствие от манипуляции другими, вот когда они там могут, видят, как можно, как кукловод, кукловодить сверху остальными, они прям кайф получают, вот такой вот энергетический, и поэтому они любят задействованы быть в этом процессе, ну, это, это такое, знаете, как, мы же все творцы, как бы, но просто творец может развиваться в конструктивном ключе, это вот когда там творить какие-то события конструктивного плана, да, которые на благо общества, а можно сказать, что есть творцы деструктивного плана, которые любят вот эти вот схемы создавать по манипуляции другими, как вот, а, смотрите, смотрите, как я сделал хитрый, вот все повелись на это, великолепный какой я, то есть понимаете, да, вот, и, соответственно, вот, вот такого типа существа, они очень любят вовлекаться в эти процессы и раскачивать его, вот, и в процессе, ну, я, наверное, тут долго затянул, в общем, это все вылилось, естественно, разрядка ситуации была через кровопролитную войну, вот, и потом, тут, тут вот еще такой момент тонкий есть, война это все, зло, кровь, насилие, да, это все действительно плохо с человеческой точки зрения, но светлые силы, они делают все для того, чтобы, то есть, вот, когда эта разрядка происходит, войны, с привлечением вот этих паразитических, деструктивных сил, дальше задействуется в этот процесс светлые силы, потому что горе, депрессия, многие скорбят по усопшим, по погибшим и так далее, и дальше приходят вот эти силы другого плана, которые раскачивают ситуацию уже в конструктивном ключе, и это они выводят ее в позитивное русло, для того, чтобы у людей проснулось сострадание, любовь к ближнему, прощение, потому что вот мы же враги были, а теперь мы должны друга простить, вот, то есть, это уже будет, это уже направляется на развитие духовных качеств, вот, и после войн очень резкий, кстати, скачок духовности происходит, это тоже нам об этом говорили, то есть, получается такой цикл, деструктивное накопление деструктивных энергий, люди сами это создают, да, потом идет разрядка в виде какого-то потрясения, войн, война, эпидемия, там, голод, еще что-то, да, а потом идет опять конструктивный цикл новый включается, который заточен на духовное развитие, то есть, циклами такими, вот, и как я уже говорил, когда был вопрос с нашей стороны, а как, почему же такие циклы, действительно, люди же страдают, очень сильно страдают, может быть, без таких циклов можно обходиться, то было сказано, что на данном этапе развития без таких циклов невозможно, потому что, это же не мы создаем, а это люди сами создают, своими вот этими тяжелыми энергиями, вовлекаясь в эти манипуляции, вот там, я же говорю, вот СМИ какое-то там раскачивают, что все вокруг враги, все плохо там, и так далее, люди в это увлекаются, и вместо того, чтобы действовать и мыслить по-своему, то есть, это тоже такой урок, люди вовлекаются и раскачивают сами вот эту вот ситуацию, которая потом разряжается в виде каких-то потрясений, хотя, как было сказано, если бы люди понимали все, как все происходит на энергетическом и духовном уровне, этого бы не было, и этого не будет, как только человечество выйдет на новый уровень развития, вот этих ситуаций не будет, вот, но, когда оно выйдет, надеюсь, все-таки, как-то этот процесс будет ускоряться, теперь я перейду, наверное, к другому, я тут, потому что в этой теме очень можно много об этом говорить, потому что можно много примеров приводить, но я привел самый основный пример, чтобы было некоторое понимание, как вот это работает, как работают, скажем так, те силы, которые вовлечены в деструктивный энергон, так, теперь давайте разобьем следующий миф, тоже бы хотелось об этом поговорить, и этот уже вопрос давно, как бы, проверял, на контактах с разными цивилизациями, этот, почему-то этот миф упорно держится, что значит, вот это у нас Земля, значит, и у нас проходит, Земля, мы сейчас все знаем, он проходит, Земля проходит квантовый переход, так называемый, или, правильно говорить, энергетический переход, это когда Земля находится в зоне высоких энергий, которые, скажем так, пронизывают, эти потоки этих энергий, они пронизывают Землю, которая движется по рукаву галактики, и, соответственно, все, как бы, рукоплескают отчасти, говорят, все, сейчас хорошо, все будет, сейчас уже мы все любви потоним, здесь надо очень, как я вижу, сделать, я сам не люблю плавать в иллюзиях, и никому не советую, потому что, когда нет реальной картины, нет реального понимания, то это только ухудшает обстановку, вот, в чем суть, вот, есть такое распространенное мнение, что якобы, так как мы проходим эти высокоэнергетичные зоны, то, это автоматом нас спасает, или защищает, или нейтрализует вот эти вот представители вот этих деструктивных паразитических цивилизаций, которые присутствуют на Земле, ну, прежде всего, энергетического плана, как я говорю, которые живут в других материальных вселенных, да, типа вот, эти энергетические потоки, они как бы выжигают их, они настолько высокочастотные, что они не могут с ними совместно существовать, вот, я думаю, что это не совсем правильная позиция, потому что я получал много информации, что тут идут искажения, искажения идут в плане таком, что переход действительно имеет место быть, и действительно эти энергии высокочастотные, они действительно пронизывают нашу планету, но они, эти энергии, они делают что, прежде всего, они, скажем так, когда они пронизывают самого, энергоструктуру самого человека, так же, как вот они проходят через планету, а здесь на планете люди живут, естественно, они проходят через энергоструктуру людей, то они оказывают такое благотворное воздействие на энергоструктуру человека, что человек появляется желание конструктивно развиваться, то есть заниматься своей духовной эволюцией, то есть желание, мотивация, интерес к этой теме вот эти вот, то есть создают предпосылки для духовного развития но сами эти энергии они никак не воздействуют на вот эти вот паразитические структуры, которые на земле присутствуют и здесь вот этот миф разбивается чем что автоматически ничего не произойдет вот это конечно моя точка зрения и по той информации, которую имею, но мы можем избавиться от этих скажем так, представителей паразитических цивилизаций которые создают вот эти событийные ряды на земле, деструктивном энергообмене при условии, если мы будем духовно развиваться я имею ввиду все человечество и рано или поздно выйдем на такой уровень, что мы уменьшим настолько выброс деструктивных энергий в наосферу земли что ну просто это будет не очень выгодно, скажем так, этим цивилизациям находиться здесь то есть мы чтобы от них избавиться полностью мы по сути должны уменьшить деструктивный энергообмен на максимум возможного чтобы в наосфере планеты земли были, было к примеру ну вот сейчас допустим по разным данным сейчас у нас в наосфере планеты 80% это тяжелые энергии разного плана злоба, агрессия, зависть страх тревога ну и так далее по шкале вот этих низковибрационных энергий да и 20% каких-то конструктивных энергий это радость, свет любовь и так далее так вот нам надо перевернуть наоборот эту планку то есть чтобы 80% было конструктивных энергий и только там 20% хотя бы деструктивных энергий вот тогда начнутся кардинальные изменения тогда вот эти цивилизации которые питаются таким видом энергии они уже самостоятельно начнут уходить отсюда просто они у них не будет условий для нахождения здесь вот поэтому сами вот эти энергии высокочастотные которые сейчас пронизывают землю они как бы не влияют на процесс они как не воздействуют на вот эти паразитические цивилизации но мы можем при своей духовной эволюции изменив соотношение энергии в ноосфере на более созидательное более конструктивное естественно скажем так нейтрализовать влияние на землю этих паразитических структур ну давайте я еще немного повторюсь чтобы было наверное еще может кто-то не понял значит вот эти люди которые у нас получается души которые инкарнируют на планету земля и им нужно пройти какой-то деструктивный опыт они приходят для этого совершенно когда они уже инкарнируют они растут детский сад школа со временем они естественно уже проникают в разные структуры общества для вот этих включений в разные деструктивные энергобмены соответственно они могут быть какой-то человек может быть в политику пошел какой-то человек пошел в бизнес какой-то человек в СМИ пошел кто-то пошел в науку в науке тоже есть такие люди кто-то пошел в религию кто-то пошел еще куда-то то есть в разные сферы жизни совершенно для того чтобы проводить свои программы связанные с деструктивным энергообменом вот и эти люди влияют на разные субъединенные ряды и бывает такое что сам человек он вообще не понимает что он подключен к какой-то системе паразитической или каким-то структурам то есть он по сути как иногда бывает такое что он действует как биоробот то есть я такой пример приведу допустим сидит человек даже несколько примеров приведу сидит человек к примеру ну скажем так находится где-то в какой-то образовательной структуре вот такое часто можно наблюдать и к нему он находится на такой должности что к нему там попадают какие-то предложения или идеи по нововведениям в образовательной системе которая бы улучшила этот процесс сделала бы его более качественным и так далее естественно представители проводники этих сил им невыгодно чтобы было улучшение чтобы люди имели более высокое образование более четкое понимание процессов более осознанными чтобы люди были и так далее они пытаются удержать свою систему на земле то есть они пытаются удержать систему деструктивного энергообмена по максимуму то что на земле происходит а эта система не соответствует осознанным разумным людям соответственно все что делает эту систему разумный осознанный то есть он не пропускает то есть вот ему приносят какой-нибудь там документ по улучшению а он может как биоробот просто включиться и отклонить сказать нет это нам не подходит и даже никто не поймет почему вот просто как чиновник ну вопросов никто не будет задавать или может какие-то обоснования прописать что вот почему не подходит но это будет просто то есть его кураторы и в ту систему в которую включен она просто замкнет как бы запретит вот это и так вот на любом уровне какие-то там допустим такие случаи вот нам рассказывали тоже интересные ну допустим есть коллектив ученых я опять-таки буду условно рисовать вот там какой-нибудь начальник лаборатории физической здесь лаборант здесь там второй лаборант здесь помощник ну короче получается у нас команда ученых которые работают каким-то прорывным проектом вот опять-таки если этот проект действительно там создат какой-то предпосылки в обществе для выхода общества на новый уровень развития осознанности разумности да что опасно тем цивилизациям которые поддерживают деструктивные события ныряции выдают на земле то в это общество постараются вот эти представители или проводник внедриться то есть какой-то слева ну придет человек скажем так скажет там я хочу работать в вашей команде или еще как-то событийный ряд создастся и вот он появится и если его включат в команду он начнет в команде в команде же создан определенный эгрегор такой да то он может в команде начать раскачивать определенным образом сам того не понимая просто так как он является проводником через него задействуются определенные цивилизации вот это которые связаны с деструктивным энергообменом они будут такие определенные энергии раскачивать вот в этом команде ученых что делать так чтобы вот эта команда она другом поссорилась например и разбежалась и вся работа развалилась понимаете вот хотя у каждого из этой команды есть свои кураторы и эти кураторы будут противодействовать этому конечно же вот но я имею в виду кураторов созидательных цивилизаций то есть будет такая некая энергетическая противостояние в этой команде что на общее благо как бы тоже не сыграет особо это вот одна такая ситуация есть потом бывают еще такие ситуации тоже интересные что человек значит у нас есть ну давайте опять нарисуем точечку есть человек да и он одновременно может быть его кураторами могут быть одновременно и вот эти вот деструктивные паразитические силы да и конструктивные силы такие тоже вот есть интересные варианты развития души вот и человек может выполнять как какой-то задействованным быть как деструктивные энергообмени в каком-то событийном ряду да так и в конструктивном энергообмени и в событийном ряду вот соответственно особо хочется еще затронуть почему еще вот такой момент есть что почему как я уже сказал очень хорошо этим цивилизациям внедряться в наше общество потому что наше общество оно же как так как я уже говорил вот есть скажем так некое общество да условно буду рисовать опять-таки вот есть определенный коллектив людей как я уже говорил у людей преобладает в основной массе животное инстинктивное поведение это то есть когда человек не осознает что он там на эмоциях что-то делает автоматом как биоробот да и соответственно это животное поведение так у нас есть гены приматов то у нас получается вот если вы увидите посмотрите в жизни у нас любая иерархия в любой в любой в любом социальном конгломерате даже небольшом каком-то локальном организации он выстроен так всегда вот по такому животному принципу есть начальник есть какие-то его замы вот этого начальника иерархия такая и эти замы там допустим они под ними уже ходит большой коллектив людей работников условно скажем вот иерархия кстати выстроена именно в соответствии с нашими животными инстинктами потому что вот как многие исследователи на эту тему я тоже много материала смотрел многие исследователи вообще людей ассоциируют с поведением обезьян и кстати есть по основанию это делать почему так особенно вот наша иерархия социальная очень сильно похожа на иерархию бабуинов ну понятно что у нас есть геномы приматов поэтому естественно вот есть некий босс босс он всегда главный и значит босс задает вот этот вектор движения вот этой организации и вот вот эти вот люди ниже вся иерархия она выстроена если вы сами заметили если вы работаете или работали в таких структурах они наверное в большей степени в обществе преобладают вот эта структура построена на страхе потому что вот этот работник как правило внизу он как бы все равно боится увольнения боится что-то не выполнить боится многих каких-то вещей если там начальник его может легко запугать какой-то что-то там пригрозить каким-то там лишением премии там и что-то то есть здесь определенные иерархии построены как бы по деструктивному принципу и вот в такую иерархию когда люди выстроены на таких энергиях страха и как бы здесь у директора еще есть энергия тотального контроля ну не у всех конечно но есть такие руководители которые тоже являются могут быть также проводниками паразитических сил каких-то и значит или могут быть у них подселенцы опять-таки как я говорил темные силы может делиться несколько категорий вот этих демонических структур духовных сущностей иерархия вся выстроена в страхе и в такую иерархию если нужно будет какой-то событийный ряд создать потому что тут в этой иерархии он уже деструктивный энергообмен присутствует хотя конечно в этой иерархии есть и положительные энергии энергии восторга продвижения если организация продвигается каких-то творческих энергий но все равно внутренний страх что тебя уволят тебе будут лишить премии лишат что-то оно постоянно есть поэтому легко включиться в событийные ряды выстроить в этой структуре со стороны если нужно вот и допустим сейчас уберу более поэтому вот когда с некоторыми цивилизациями говоришь они прям явно говорят раньше было постоянно получали информацию они говорят в вашем обществе это невозможно реализовать почему потому что вам надо менять социальную иерархию социальную систему менять полностью а почему надо менять то что она у вас построена по деструктивному принципу у вас есть надо минимизировать эти энергии и саму иерархию переформатировать вот и особенно выражено явно вот я хотел отдельно сказать про военные структуры про военные силовые структуры почему военные силовые структуры там разные спецслужбы легко внедряться вот этим представителям деструктивных сил потому что у них иерархия построена еще на большем страхе потому что там жесткое подчинение прям сверху вот там генерал есть какой-то вот здесь не подчинишься приказу там какое-то страшное наказание тебе ждет или увольнение как минимум со всеми потерями всяких социальных выплат и пенсии и так далее вот эта военная иерархия она еще более построена на таком страхе и на таких низких энергиях то есть и там люди собираются специфические с какими с интересными программами души у меня просто есть опыт работы в военных структурах ну я работал в инженерном отделе в техническом отделе но опыт есть и общение с людьми происходило и это интересный психотип людей которые там работают как правило как бы это прямо сказать психотип такого директивного подчинения скажем так кому-то видимо какой-то душе нужен пройти такой опыт как бы и у ней в этой системе у многих людей мыслительные процессы отключаются именно самостоятельное мышление и все транслируют только то что строго говорит начальник вот его его посылы его желания это приветствуется а самостоятельное мышление не приветствуется и даже были интересные случаи когда там какие-то были у меня ситуации когда были ну реально спускались какие-то приказы или указы сверху и они были откровенно как бы нелогичными скажем так даже неосуществимыми какими-то то есть вся структура выстроена так что сверху особо никто не понимает что внизу творится и приказ там допустим к исполнению да и когда ты начинаешь возражать говоришь что ну это бессмысленный приказ по сути он нереален то как бы люди скажем так говорили ну давай надо выполнить потому что ты же понимаешь начальство вот я никогда не понимал это вот как я говорю так может быть мы мыслительные процессы включим какие-то и нет инициатива не приветствуется творчество тут мне говорили Максим не приветствуется не надо начальство сказала приказ такой это какая-то глупость для меня была все время непонятная я все время спрашивал людей которые работают в таких структурах люди опять-таки повторюсь определенно психотипом я их спрашивал слушай так если у тебя завтра начальник завтра застает головой биться ты тоже пойдешь ну что делать заставить пойду начальнику виднее вот это интересно для меня это был интересный опыт вообще понаблюдать за людьми с таким психотипом поведения ну понятно что программа воплощения не прописана на прохождении такого опыта вот и соответственно наше наше общество построено по такой деструктивной достаточно иерархии основанные я же говорю на всяких опасениях там страхи и так далее да и это тоже привлекает и создает предпосылки для осуществления вот событийных рядов на деструктивном для деструктивного энергообмена и вот здесь кстати интересен тот момент что как я уже говорил опять-таки причина всему наша ДНК почему мы создаем сами деструктивные энергообмены к нему уже подключаются другие цивилизации такого плана да это наша ДНК это вот животное поведение вот это принцип доминантности когда я все хочу всем управлять я хочу всех поработить я хочу всех всех подчинить потому что я вот такой альфа-самец вот и многие люди же в жизни так и действуют на основе на этом принципе и поэтому количество созданных людей конечно сейчас понемножку растет все равно которые стараются вылавливать себе вот эти негативные качества своего поведения да и осознанно подходить и спрашивать что такое осознанное поведение это когда ты захотел вот инстинктивное поведение у тебя сыграло внутри и ты кому-то захотел по голове разум включается и разум говорит так подожди а зачем я это делаю а что мне будет с этого какой смысл в этом что произойдет дальше то есть разум начинает рассуждать разум разумно подходит да вот или там допустим как я говорил вот это инструменты пропаганды инструменты манипуляции показали там какую-то передачу и тебя хотят вовлечь куда-то большинство людей легко вовлекается большинство людей они легко ведомые они легко вовлекаются в манипулятивный процесс да осознанный человек спрашивает так подожди что этой программы хотели мне сказать кто бенефициар этой программы что он хочет то есть он уже осознанно подходит к тому чтобы пресечь манипуляцию вот основная масса людей это не способна делать и поэтому вот когда некоторые представители других цивилизаций смотрят на человеческое сообщество часто можно услышать такую фразу от них вы находитесь на уровне разумных животных то есть и это в принципе обоснованно потому что как они расшифровывают в основном основной массой людей поведение животных ну вот я сходил на работу покушал поел меня легко заманипулировать меня легко куда-то повезти вовлечь какие-то процессы я особо ничего не осознаю я вообще мало в чем разбираюсь мало в чем понимаю я просто вот живу как животное на каких-то своих инстинктах животных ну и разум включается почему разумное потому что все-таки человек может какую-то разумную деятельность небольшую совершать на работе какой-то там процесс осуществить какую-то бумагу написать какую-то программу сделать и так далее поэтому они применяют такой интересный термин уровень разумных животных теперь вот о чем бы еще хотелось сказать что сейчас значит вот вернемся мы к нашим к нашим многомерному мирозданию к нашим многомерным и к нашей вещественной вселенной значит вот наша вещественная вселенная как я уже раньше описывал это существа которые в ней живут и соответственно есть другие материальные вселенные где вот эти существа живут в том числе и те которые те паразитические цивилизации которые задействуются в инструктивном энергообмене вот был такой интересный вопрос в чате типа а вот смотрите нашу землю охраняют на физическом плане от того чтобы вот эти представители темных сил которые имеют физически плотные тела тоталитарного типа они как бы все-таки меньше проникали сюда как минимум все-таки стараются а почему не защищают вот на других измерениях нет защиты такой но здесь ответ простой дело в том что вот эти цивилизации которые к нам проникают из этих измерений они же как бы простраивают такие порталы энергетические то есть из своей материальной вселенной они вот делают такие порталы в наш мир и собственно по этим порталам они смещаются сюда к нам и создают вот эти деструктивные события наряда с деструктивным энергообменом а как мы можем это все какие цивилизации могут это все пресечь это что надо получается взять какую-то пилу и пилой отпилить вот это мироздание вот эти все уровни распилить и вообще запретить какие-то там и опять-таки здесь будет нарушение свободы воли у этих существ тоже есть свобода воли они могут по своему желанию включаться в любые процессы то есть и поэтому вот здесь вот это не работает в данном случае и некоторые там призывают тоже вот интересный момент есть бороться с темными силами бороться с этими паразитическими структурами тоже странный очень призыв потому что чтобы допустим вот представьте вот существо которое ну вот представитель паразитической цивилизации которая другой материальной вселенной чтобы с ним как-то вконтакт войти это человеку надо уметь настроиться или как-то выйти в эту вселенную чтобы реально как-то с ним побороться или что-то ему сделать и даже он в нашу вселенную попадет все равно надо обладать какими-то способностями экстрасенсорики либо энерговидения либо умения воздействовать на его его же тело состоит из другой материи воздействовать каким-то образом а люди обычно этого не умеют как бороться можно вот это очень странный для меня вопрос бороться с темными силами обычный среднестатистический человек он ничего не может не обладая определенными навыками поэтому здесь наверное будет правильнее больше не бороться а я бы сказал термин а как сделать так чтобы уметь нейтрализовывать их воздействия на наши физические планы на человечество вот так вопрос я бы ставил а чтобы нейтрализовывать их воздействия нужно иметь полное понимание их методов работы их механизмов воздействия на человечество вот а полного понимания ну я не знаю у каких-то людей определенно есть, потому что есть, я знаю, и посредники, которые имеют полное понимание и которые им помогают выстраивать, осознанно выстраивать всякие паразитические системы энергообмена и так далее. Но основная масса людей не обладает этим пониманием. Соответственно, нейтрализовывать тоже на данном этапе мало получится. Вот здесь я могу такой, наверное, пример привести. Тем более, надо же понимать все тонкости и механизмы их работы. Потому что они же, когда они воздействуют на человечество, они не нарушают, по сути, вот есть свобода выбора, свобода воли любого человека, так как любая душа имеет свободу выбора, и не нарушается. Дело в том, что когда они воздействуют, они навязывают из пространства свои мыслеформы. И создают событийные ряды таким образом. И также, создавая эгрегоры уже через своих посредников, то есть создавая некий такой манипулятивный механизм воздействия на общество. Вот я думаю, вот здесь это у Софоса, есть контактер Софос, у него такая в этом плане хорошая есть такая термин, определение, директивная мыслеформа. Вот это, мне кажется, прям в точку. То есть директивная мыслеформа там кидается человеку. Ты должен поступить так. Они же о человечестве все знают. Они знают психотипы людей, они все знают, как работает психика человека, как животные инстинкты работают. И они, как бы, пользуясь этим, они и своим посредниками, когда создают вот эти эгрегориальные образования, они эти директивные мыслеформы прям четко навязывают. Так вот, в чем задача? Человек должен уметь отличать посыл своего высшего Я, невоплощенной части, от директивных мыслеформ, которые навязаны какими-то непонятными сущностями. Это же тоже определенный урок. Вот многие люди жалуются, темные силы, темные силы, они вот нас там прессуют это все неправильно. А смотрят, с какой стороны посмотреть. С одной стороны, они и прессуют, а с другой стороны, являются учителями. Они создают такие прохождения уроков. Так, ты сможешь отличить вот эту директивную мыслеформу от собственной мыслеформы? Ты поведешься на это или нет? Ты легко впадаешь в манипуляции или нет? Или ты так осознанный человек? То есть, это же тоже духовные уроки. Поэтому, тут как посмотреть? И вот здесь я бы привел, наверное, такой пример, что необходимо, чтобы это в будущем обязательно будет, человечество, когда поймет, что существует вот это многомерное мироздание, и что из других измерений осуществляется вот такого рода воздействие на планету Земля, то, конечно же, появятся новые дисциплины, новые методы защиты, ну, скажем так, нейтрализации такого воздействия. Здесь я бы, наверное, такой пример привел, вот так как мы в свое время выясняли, во времена Древней Руси, когда у нас были, скажем так, по крайней мере, та информация, которую мы получали об этих временах, во времена Древней Руси были волхвы, их было не так много, но были волхвы, которые четко понимали вот эти все механизмы, как вот эти вот такого рода цивилизации воздействуют на наш физический план, и понимали духовные аспекты разных там событий, когда там, допустим, какой-то военный конфликт намечался, и какие-то эгрегоры, нагруженные тяжелыми энергиями, они сталкивались, сейчас надо было ситуацию разрешить, то волхвы, они из-за вот такого рода волхвы, они входили, сканировали, скажем так, вот эти эгрегоры, умели это делать, посмотрели, кто, где, с каким эгрегором подключен, что он хочет, и так далее, и советовали как бы руководителю какого-то там племени славянского, древнеславянского, или там, как их воеводами называли, да, князьями, они давали советы, как решить эту ситуацию без войны, заметьте, как мудро разрешить ситуацию без войны, и что для этого надо делать, они, это было понимание механизма вот этого, воздействия этих цивилизаций, и вовлечения в деструктивный энергообмен, и понимание, как разрешить ситуацию, вот, тут я могу еще вот подрезюмировать, чтобы как-то нейтрализовать вот это вот воздействие, нужно иметь понимание механизма сначала, без понимания здесь ничего не сделать, после того, как будет понимание, будет у людей появится желание противодействовать, ведь большинство людей, как биороботы сейчас, они легко манипулированы любой там структурой, да, а тогда человек станет осознанным, так, ага, значит, мной манипулируют другие вот такие существа, так, а давай-ка я буду по-другому жить, и по-другому свой событийный ряд строить сам, как творец. Так, ну давайте я, наверное, еще отдельно затрону тему манипуляции, потому что манипуляция это одна из важных тем, это тот инструмент, который задействует любые паразитические цивилизации, любые паразитические структуры, которые присутствуют на Земле, которые задействуются в системе, деструктивного энергообмена, для того, чтобы через манипуляции, так как все-таки у каждого существа есть свобода воли, свобода выбора, невозможно кому-то силой что-то навязать, особенно в плане энергетики, поэтому нужно куда-то его завлечь, какими-то манипулятивными способами, поэтому манипуляция это наше все, как они говорят, вот, и там разные есть инструменты манипуляции, вот, создаются разные эгрегоры этими структурами, вовлекаются туда огромное количество людей, и эти люди направляются по нужному им вектору, ну, я могу такой пример просто нарисовать, что в качестве примера привести, допустим, что ну, банально там, допустим, организацию берем, таких организаций много, эгрегоров достаточно, которые созданы паразитическими структурами, вот, и допустим, их посредник появляется в какой-то там сфере деятельности религиозной, к примеру, да, вот он, вот, и создает эгрегор, вот, давайте, например, там, свидетели его, есть такая организация, это вот, созданные этими, такими силами эгрегор, ну, которые задействованы на определенный, обмен определенными энергиями, и, соответственно, вот там создается несколько человек, которые начинают проповедовать какой-то там новый, новый бит какого-то учения, да, по учению, кстати, можно сразу понять, от кого оно идет, потому что там, если это задействуются люди в деструктивном энергообмене, то учение обязательно будет присутствовать нотки всякие, такие деструктивного характера, типа, остальные там религии враги, вообще есть тут неверные, тут, значит, одни лучше других, разного рода дискредитация, по разному признаку, да, то есть, вот в этих, в этих философских учениях, вот этих эгрегорах это будет присутствовать, ну, и вот эти люди начинают раскручивать эти, как способом манипуляции, естественно, начинают вещать по разным источникам, там, по интернету, или еще где-то на массы, либо, как раньше это было, по городам ездили, да, и, соответственно, легко манипулируемые люди, а это огромное количество людей, легко манипулируемых, на самом деле, которые должны, видимо, пройти эти уроки, они включаются вот в эту структуру неосознанно, как бы, да, и так как люди все-таки не могут понять, что ими манипулируют, основная масса людей не понимает никогда, что ими манипулируют, они легко включаются в эту структуру, и как бы вот создается такой, такая структура эгрегориальная, она, ну, практически, на 80% под контролем вот этих паразитических цивилизаций, вот, и это в любом, это в любом проявлении эти присутствуют, допустим, если мы берем политику, да, в политике тоже похожие вещи происходят, вот человек, который курирует с определенными структурами паразитического плана, да, также, обладая определенной харизмой, определенными качествами личными, да, у него получается вещать, красиво на массы, и он начинает привлекать к себе сторонников, которые западают на его энергетику, личную на его харизму, и которые, опять-таки, не понимают, что они уже вовлеклись в манипулятивную схему, потому что ведь тонкости манипуляции со стороны проводников паразитических цивилизаций, это очень такие интересные моменты. Человек, являясь проводником таких цивилизаций, он на публику может вещать о таких высоких словах, как демократия, любовь, улучшение, созидание, мы все братья, и так далее, и так далее. Хотя, по факту, это будет некая приманка такая, скажем так. люди просто обычно легко включаются в такие схемы, и этого человека на самом деле легко просканировать, какой он, даже пообщавшись с ним лично, некоторые деструктивные черты характера сразу вылезут, как правило, из такого политика, или бизнесмена, и так далее. Но это как бы не всем людям доступно, не все люди понимают, как эти вообще механизмы работают. Обычно основная масса людей очень плохо разбирается в методах манипуляции, и как правило слепо включается в любой какой-то новый процесс. Поэтому даже когда при общении приходилось общаться все-таки с посредниками и с самими цивилизациями паразитического плана, и интересное у них такое проявление, они вот те, кто понимает эти процессы, те, кто люди осознанные, кто глубоко копает, скажем так, и имеют понимание вот этих механизмов всех, выстраивания их системы, выстраивания вообще, которые глубоко копают вообще о многих процессах мироздания, они к этим людям, кстати, очень уважительно относятся, вот сами представители этих паразитических цивилизаций, а вот те, кто вообще не понимает, что происходит, и не понимает, ну, то есть основная масса людей, как правило, они включаются в эти процессы, не понимая совершенно ничего, да, только вот от них такой иногда бывает такой интересный термин, пренебрежительного, такого презрительного даже отношения, типа, было такое, что вот когда-то общались, и был такой диалог между нами, что, а как же вот остальные-то люди, что вот они так увлекаются, и что, что, это как бы не совсем правильно, не конструктивно, был такой, с их стороны был такой термин, да что вы, не думайте об этом стаде баранов, то есть вот так презрительно, к основной массе людей, у них такое презрительное отношение. Так, и давайте затронем немного, расскажу немного про методы манипуляции сознанием людей, какие, чтобы примерно ориентироваться, какие методы задействуются, и хотелось бы рассказать самый такой явный метод манипуляции, который везде применяется на планете Земля. Сразу же скажу, что манипулируют все в принципе, начиная в разных сферах жизни, начиная от СМИ, заканчивая политиками, неважно в какой стране это происходит, потому что манипуляция это один из инструментов направления вектора развития общества разными силами. Поэтому манипулируют все, неважно какое СМИ, опять-таки российское, американское, китайское, неважно какая сфера жизнедеятельности, и постоянно используются разные методы манипуляции. Вот один из таких методов, который везде явно используется, его просто невозможно не видеть, если знать и понимать механизмы воздействия на сознание, допустим, метод манипуляции через авторитет. И здесь можно привести такую, так как я все-таки вовлечен в науку, можно привести такой пример из науки, как метод манипуляции через авторитет помог заступорить науку, то есть она до сих пор в ступоре, уже более 100 лет. Значит, наверное, многим известно, есть такая специальная теория относительности Альберта Эйнштейна. Вот, и что интересно, если мы ознакомимся с историей развития науки, в данном случае физики, то мы увидим, что в принципе в конце 19 века было много исследований, когда люди пытались, физики пытались понять, за счет чего происходит передача электромагнитных волн. То есть и все склонялись к тому, что должна быть некая среда, некая среда носителя этих волн, которую мы приборно никак не можем замерить или пощупать. То есть это некая невещественная среда, которая сформирована из какого-то типа материи. ну вот как здесь можно аналогию привести такую, вот как волны в море или в океане, то есть носитель это водная среда этих волн, значит и в пространстве должна быть какая-то среда, пространство, вакуум, космический вакуум не может быть пустым, раз электромагнитные волны перемещаются по нему, значит они должны в такой среде перемещаться. Вот, и были проведены множество экспериментов разными исследователями, которые показали, что не показали наличие этой среды, вот, и далее на горизонте появился Альберт Эйнштейн, это патентный клетк, который занимался определенными небольшими исследованиями, одновременно подрабатывая в патентном бюро, он вышел, значит, и кстати не глупый человек был сам по себе, и наверное его было бы огульно обвинять, что это он как-то там застопорил науку, скажем, но дальше прошло интересное, Альберт Эйнштейн в своих трудах, это он везде отмечает, он написал несколько статей, где указал, что давайте вот есть мы тут с коллегами подумали и давайте применять, вот мы сейчас разработали математическую модельнику, которую мы назовем специальной теорией относительности, и данная теория она просто нам временно как бы заменит, мы не нашли вот эту среду носитель электромагнитных волн под названием эфир, то есть эксперименты не показали, мы просто на время сделаем такую модель, которую мы просто обойдемся без среды, среда-то может быть есть, мы не знаем на самом деле, но нам же надо как-то дальше двигаться в научном плане, поэтому мы сделаем некую такую модель, которая нам которая пока нам в этой модели среда не будет нужна, скажем так, да, то есть мы обойдемся, мы обойдемся пока без среды, хотя я не исключаю, как Эйнштейн писал в своих трудах, я не исключаю, что она есть, надо заниматься этим вопросом, то есть, а когда начали Эйнштейна раскручивать определенные структуры, в чем они так массово взялись его раскручивать, вдруг ни с того, ни с сего, какой-то неизвестный человек вдруг начал везде мелькать в разных научных изданиях, то риторика была уже другая во многих статьях, во многих статьях писалось, что Альберт Эйнштейн и специальная теория относительства это прорыв в науке, эфира нет, эфира не существует, и соответственно писалось все то, что Эйнштейн на самом деле не писал в своих трудах и не говорил нигде, то есть это уже подмена понятий такая, Эйнштейн в некоторых своих трудах пишет, что наверное среда есть и надо заниматься продолжать ее поиски, потому что без этой среды ничего не складывается, а его начали популяризировать таким образом, что как бы от его имени во многих статьях писали, что нету среды не существует, классно, да? А что это значит? Это значит, что те, кто это делал, они понимали, как работает мозг человека и как он воспринимает информацию, а мозг воспринимает ее таким образом, что если определенной группе людей, которые не умеют мыслить самостоятельно, а как говорят неземные цивилизации, большинство людей не умеют мыслить самостоятельно, задать некий ментальный шаблон, что вот так должно быть или вот так вот есть, хотя это по факту не является какой-то объективной реальностью, то мозг воспринимает эту информацию за истину в последней инстанции и откладывает этот шаблон как вот себе, как вот так вот действительно, как человек зомбируется, реально зомбируется. И ученые, кстати, многие прозомбировались этим моментом. вот и здесь мы как раз в нашем научном коллективе обсуждали эту проблему как раз манипуляции такого рода, да, потому что здесь этот вопрос, вот эту проблему вообще можно решить, я еще к этому подойду сейчас, одним интересным способом. Сначала надо понять причины, причины, они кроются в образовательном процессе, то есть как вот с детства, как устроен образовательный процесс на планете Земля, как с детства обучают детей. А обучает система обучения детей, там в детском саду, в школе, в особенности в школе уже потом идет институт и так далее. Она устроена таким образом, что человека, и это, кстати, внеземные цивилизации тоже, это уже давно знают, человека земного не учат мыслить, ему дают готовую информацию, и некоторые, допустим, информацию некоторую дают в виде таких жестких постулатов, то есть вот типа так должно быть, и вот так вот. Я просто такой пример приведу. Вот. Есть, допустим, в квантовой механике стандартная модель, да, и вот в определенных там учебных заведениях, когда преподают этот раздел физики, то его всегда позиционируют таким образом, что вот стандартная модель, то есть это на уроках преподносится, стандартная модель это вот единственное правильное решение, которое вот на данный момент решает многие проблемы там в физике, квантовой физики, да, а у человека что происходит, его мозг как работает, он этот шаблон сразу же запоминает, и у многих людей этот шаблон встраивается жестко в их как бы ментальную структуру, то есть у него, у человека, у многих людей неспособность отойти от шаблонов, и человек вот идет дальше по жизни и по своей научной деятельности в строгом соответствии с этим шаблоном, он не может сместиться от него, то есть вот ему сказали вот стандартная модель вот этого как бы правильно, он все, дальше он как прозомбирован этой программой, все, и он от нее не наступает ни на шаг, вот к сожалению есть такое, хотя как мы вот обсуждали, для того, чтобы сделать элементарно, попытаться сделать мыслящего человека в рамках существующей образовательной системы, достаточно элементарно просто объяснять, что это тоже преподаватель этим должен заниматься, как бы, здесь надо методологию отдельную прописывать, что вот есть такая-то модель, есть такая-то модель, есть такая-то модель, то есть разномодельные такие получаются, полимодельные такое представление, и чтобы ученик сам выбирал, какая модель, вот как он считает, чтобы у него, у человека создать, сформировать способность мозга смотреть на один и тот же процесс с разных точек зрения, и вот в этот момент включается мыслительный процесс, у человека нету жесткого шаблона в голове, а он смотрит с разных точек зрения на одно и тот же процесс, и мозг начинает мыслить, а какая модель больше подходит, может быть здесь применить эту модель и так далее, то есть нужно изменить систему образования так, чтобы создать человека мыслящего, вот, и в чем в чем же еще здесь манипуляция, почему она так успешно работает, потому что опять-таки образовательная система на Земле, ну если вот по критериям инопланетян смотреть, да, это очень на низком уровне, то есть не создают творческого мыслящего человека, создают некого биоробота, который в строгом соответствии с ментальными шаблонами выстраивает себе путь там, не знаю где, в науке там, в другом направлении, да, и соответственно это вот такой, естественно, таким биороботом легко управлять и манипулировать, и кроме того же получается, что сама структура социальной жизни в обществе выстроена так, что человек, у него просто нет времени, и кстати, сюда приложили руку, кстати, представители паразитических цивилизаций, создавая вот этот наш жизненный цикл, событийный ряд, что человек утром поднимается, просыпается, кушает, потом уходит на работу, весь день он там на работе, в 8 часов, или там в 7 часов он приходит, уставший, ему уже ничего не хочется, он уже так устал, мыслить он тоже не хочет, он уже все силы на работе отдал, и тут он включает телевизор, и оттуда из телевизора вещает некий профессор, академик, какой-то великий политолог, или еще кто-то, который выставляется как авторитет, и человек просто вместо того, чтобы мыслить самостоятельно, он клюет на его мнение, ему так проще, вот, изумительная система манипуляции, выстроена в обществе, есть вот специально обученные люди, они меня научат жизни, хотя они, эти люди, представляют чьи-то интересы, это же понятно, неважно кого там, как я говорю, манипулируют все, на любом канале, в любой стране, каждый представитель СМИ, каждый представитель политики, каждый представитель какой-то другой сферы жизни манипулирует, прежде всего, защищая чьи-то интересы, ну и человек, соответственно, времени у него нет, основное время занимает работа, поэтому на мыслительную, аналитическую деятельность тоже времени нет, соответственно, человек полагается на чьи-то авторитет, на чьи-то мнение и плывет, собственно, по течению жизни, кем-то ведомым, поэтому, как говорят, действительно правильно, вот многие цивилизации говорят, основная масса людей, к сожалению, на земле, это ведомые люди, легко манипулируемые, и поэтому у вас, собственно, столько проблем, потому что, допустим, вот если, я даже там представлял, если даже мой мозг, который я не считаю там себя каким-то самым умным, но в каких-то процессах я разбираюсь, да, если даже мой мозг ставить, к примеру, с каким-то там миллионом людей, то кардинально все изменится, потому что все сразу осознают многие вот эти манипулятивные вещи и сразу, как бы это самое, ну просто, будут какие-то массовые неповиновения и так далее, но этого сделать мы не можем, общество находится на невысоком уровне, можно сказать, наша цивилизация находится в ясли-садике по всем пунктам, поэтому легко, основная масса людей легко манипулируется, легко вводится в заблуждение, и, соответственно, их можно вести куда угодно, но я уже говорил, что когда при беседе с такими, с представителями паразитических цивилизаций, даже вот они об основной массе людей, когда там речь идет о тяге, говорят такие вот, на мой взгляд, не очень правильные термины, не очень такие, как бы это сказать, привлекательные, типа, человечество это некий материал, из которого можно лепить что угодно, бывают такие, даже более обидные, такие, основная масса человечества это стадо баранов, и не надо о них думать, мы занимаемся их это дрессировкой и так далее, и так далее, вот, и еще хотелось бы сказать, что добавить, кроме того, что образовательная система здесь не учит человека самостоятельно мыслить, основную массу людей, есть небольшое количество людей, опять-таки, которые способны, у них, видимо, эти навыки отработаны в прошлых жизнях, они способны и вникать в суть этих механизмов глубоко, даже не обучаясь особо, то есть у них есть, видимо, опыт какой-то, небольшое количество людей понимать, где что-то спрятано, где идет манипуляция, сразу понимать, где кто-то обманывает, где какие-то тайные процессы происходят, а где, как бы, какие-то процессы связаны с объективной реальностью, это небольшая группа людей, у которых, и, кстати, вот у нас, в научном коллективе это обсуждалось, это вот, как раз про то, что я рассказывал, зомбирование со школы, так называемое, да, по сути, у нас в коллективе, в научном есть люди, которые также со всеми учились в школе, также им преподавали физику, также им преподавали вот это, ментальные шаблоны, которые заложены в этом преподавательском процессе образовательном, то есть они были подвержены такому же воздействию, скажем так, со стороны преподавателя, да, которые строго говорили, вот физика вот такая вот, вот атом устроен так, и никак и нафиг, но эти люди без вреда для своего мозга, они прошли этот процесс, и в конце учебного процесса, почесав-то голову, осознали, да, блин, что-то тут не то, что-то как-то не так все, и атом не так устроен, и скорее всего, многие вещи по-другому сделаны, и начали исследовать уже самостоятельно, то есть это люди, которые могут самостоятельно развиваться, самостоятельно мыслить, вот, и небольшой относительно процент от общей массы людей, пока, к сожалению, на Земле таких людей, и это не только мои слова, это такой же говорят представители внеземных цивилизаций, вот, и плюс еще здесь, опять-таки, ну, кроме того, что образовательный процесс, он как бы создает из человека некого, в неком виде биоробота, который мыслит только шаблонами, вот так вот правильно, вот так вот правильно, и все, вот напрямую, и ни шаг, ни влево, ни в право, никаких альтернатив, да, тут еще задействуются механизмы в нашем обществе, которые сейчас это видно, и опять-таки, сюда приложили руку представители паразитических цивилизаций, их проводники, это создание разных медийных сетей, ну, начиная, скажем так, от телевизионных каких-то шоу, да, заканчивая там, в формате ТикТока, вот этих Инстаграмов, да, когда создается контент некий, который задействует в человеке, пробуждает животные инстинкты, то есть примитивный некий контент, который не побуждает никакому мыслительному процессу, но он нацелен на симуляцию вот этих животных инстинктов, вот, и таким образом происходит отупление, отупление человека, потому что мы видим, что, и это, опять же, не мое мнение, многие цивилизации также говорят, что, если даже вот сейчас берем постсоветское пространство и сравниваем просто это же население, которое живет, ну вот, потому что мы здесь находимся, сравниваем это население с тем населением, которое, к примеру, жило там в 80-м году в СССР, когда был в СМИ, пропагандировалось такой образ науки, развития науки и техники, да, развития там инженерных специальностей, развития там каких-то кибернетики, математики и так далее, то нынешнее состояние людей совершенно не в пользу, относительно того состояния, то есть деградация и отупление людей ухудшилось, то есть она просто нахлынула таким жестким потоком, по сравнению даже с тем временем. Это как раз вот присутствие разных идиотских телешоу на экране, которые, ну понятно, что опять-таки не все их смотрят, есть люди, которые занимаются саморазвитием и просто не смотрят телевизор, но те, кто смотрят телевизор, те просто подвержены жестокому отуплению, те, кто для тех, кто не смотрят телевизор, и те, кто подсажены на какие-то там тиктоки, инстаграмы, да, где вот такие туповатые ролики, которые симулируют там разные животные инстинкты, тоже подвергаются отуплению. И, короче, определенная часть населения, довольно-таки большая, она по сути отупела и деградировала. И это не мои слова, опять-таки, это анализ внеземных цивилизаций, который наблюдает за нашим развитием. Поэтому здесь, в этом ракурсе тоже надо сказать, потому что и здесь посредники или проводники вот этих паразитических сил, они тоже приложили к этому руку, чтобы создать вот такие вот социальные взаимоотношения. Так, ну давайте теперь резюмируем и подведем итоги еще раз, скажем так, всех типов темных сил, условных назовем, которые присутствуют на Земле и которые вовлечены в процессы деструктивного энергообмена. Значит, первый это у нас, первый тип, это у нас, как я говорил, основная масса работающих здесь на Земле цивилизаций, это они представляют себя энергетические формы или, как я говорю, тонкоматериальные типы или по-иному еще тела, которых состоят из других форм материи, других видов энергии, с другими частотными характеристиками, то есть и соответственно они нами никак не связаемы обычным человеком, можно их как-то зафиксировать или увидеть, только имея какие-то экстрасенсорные способности или там энерговидение и так далее. Вот, и есть разные типы цивилизаций, тут нельзя сказать, наверное, этот миф надо разрушить, что вот есть, говорят, иллюминаты, это сообщество, которое мы уже тоже все эзотерики, наверное, прекрасно знают, и оно курируется структурами и драконянцами, и союзы 16, то есть такими тоталитарными содружественные, но курируется в основном не в физическом плане, а именно в энергетическом плане, то есть именно представители, так как и союз 16, и империя драка, они в конгломерате, скажем так, с такими вот тонкоматериальными цивилизациями деструктивного плана, то есть паразитическими цивилизациями, которые совместно с ними работают, и они для них выполняют определенную работу по определенному энергообмену, вот, и соответственно не только на земле присутствуют иллюминаты и их кураторы, да, а множество и других цивилизаций деструктивного плана, поэтому здесь тоже надо миф развеять, что некие вот иллюминаты, там все это темные силы, которые там захватили и так далее, нет, много других цивилизаций присутствует, и у них есть посредники разных странах, и интересы этих цивилизаций не всегда совпадают, они же тоже как бы делят, ну условно говоря, если у нас есть рынок акций, то у них есть рынок деструктивного энергообмена, который они тоже делят, и соответственно они друг с другом каким-то образом конкурируют, вот, поэтому это вот один тип, второй у нас тип, это присутствие здесь на земле в той или иной форме, бывает и что на кораблях они прорываются, представители разных тоталитарных содружеств, в виде империи драка или там союза 16, это только в нашей галактике, то что мы знаем, а есть и в других галактиках, насколько я информирован об этом, вот, и соответственно они бывает прорываются и на кораблях сюда, вы это тоже прекрасно знаете по тем или иным причинам, бывают их представители присутствуют здесь или подобных тоталитарных цивилизаций в разных формах, в ментальной проекции или в астральной проекции тоже каким-то образом пытаются воздействовать, да, вот, это у нас второй тип, третий тип это у нас получается ну о нем сегодня практически я ничего не говорил, но они тоже определенные воздействия совершают, это представители нижних уровней духовного мира или духовных мерностей, то есть те духовные сущности, которые по терминологии Межелезного Союза называются демоническими, да, то есть это те сущности, которые деградировали духовно и они находятся на определенных духовных уровнях или духовных мерностях и соответственно они обладают возможностью встраиваться при определенных обстоятельствах опять-таки встраиваться в человека, подселяться внутрь человека и как-то проявлять себе, диктовать свои какие-то условия. Вот и еще наверное четвертый уровень, четвертый тип существ, которые можно отнести к темным силам также это представители нижнего астрала нижний астрал это один тоже как бы сказать один из примыкающих уровней духовных мерностей который тоже можно отнести к духовным мерностям но это уровень который четко крепко привязан к планете к нашим то есть есть у нас у планеты семь вот этих уровней которые соединяются потом с духовными мерностями скажем так мироздания вот эти семь уровней и самый нижний это нижний астрал и там обитает тоже определенные сущности разного типа и разного уровня которые тоже могут встраиваться в человека на фоне деструктивного энергообмена а теперь давайте еще раз резюмируем что что я уже чтобы это было повторение как говорится мать учения да чтобы было некое закрепление значит какие циклы в какие циклы развития человечества встраиваются вот эти паразитические цивилизации представители паразитические цивилизации где они напрягают обстановку то есть вот условно говоря допустим есть цикл развития в какой-то стране когда есть некое развитие в том числе и духовное определенное развитие потом по определенным причинам в силу неправильного строения иерархии в обществе и так далее и разных других причин духовное развитие переходит в некую духовную деградацию соответственно на сфера данной территории энергетические эгрегоры и так далее наполняются определенным видом энергии тяжелого плана деструктивных энергий далее привлекаются вот эти цивилизации паразитического плана для раскачки эгрегоров происходит некое потрясение некая точка бифуркации потрясение в виде войны эпидемии какой-то катастрофы глобальной техногенной или природной да ну какое-то серьезное массовое потрясение как правило с большим количеством жертв вот и они таким образом разряжают вот эту накопившуюся энергетику энергетику деградации энергетику застоя на какой-то конкретной территории да а потом уже подключается учительская система которая представляет собой созидательные силы которые вовлечены высшие духи духовных мерностей которые курируют землю да и они из этой ситуации включаются и вводят вновь в цикл развития духовной эволюции то есть как бы циклы такие получаются потом опять где-то что-то пошло не так опять происходит духовная деградация опять возникает точка бифуркации когда она разрядит обстановку опять включается паразитически там разной цивилизации нагнетают это опять эта ситуация разряжается в виде разного рода конфликтов потрясений эпидемий голода там и так далее и потом опять включаются конструктивные силы которые выводят опять в развитие вот такие циклы у нас происходят на земле ну как я уже повторился спрашивали можно ли двигаться без этих циклов развития ведь это действительно вот в этих точках бифуркации грубо говоря это огромное количество жертв огромный выплеск негативной энергии и люди страдают очень серьезно ну как бы и морально и физически и так далее но нам сказали что на данном этапе так как человечество еще раз повторюсь на очень низком уровне развития это уровень ясли садика если мы по духовным уровням берем повторюсь это где-то 80% населения земли это с 1 по 12 уровень духовный по шкале межвездного союза это очень невысокий уровень если мы говорим о том что у духовных уровней могут быть триллионы то есть они уходят куда-то в бесконечность это вообще низкий уровень и соответственно пока вот земляне находятся на таком уровне это все сами же земляне вот эти негативные событийные ряды создают вот эти точки бифуркации а если цивилизация когда цивилизация выйдет рано или поздно она мы все равно такими циклами развиваемся и она выйдет и будет осознанное движение вперед у большинства людей будет наполнение ноосферы конструктивными созидательными энергиями то у нас будет немножко другой график то есть мы будем в принципе вот так вот поступательно все время развиваться то есть без этих вот негативных циклов потому что будет уже осознанное понимание что надо духовно развиваться и соответственно будет большинство людей будет действовать в соответствии с этим пониманием вот Естественно для этого надо, чтобы вот эту систему создать, вот такой вот цикл поступательного развития на Земле, для этого нужно приложить огромную массу усилий, изменить практически все, что сейчас на Земле действует в плане образовательных процессов, политических систем, управленческих систем, социальных систем, все это должно быть кардинально изменено для этого. Сейчас мы кстати поговорим, что в принципе такие нововведения нужно вести для того, чтобы вот это перейти к более конструктивному виду развития. Так, а теперь, коль мы, скажем так, я провел описание некоторое систем деструктивного энергообмена, да, и цивилизации, и существ, которые вовлечены в него, и обозначил проблемы, которые они создают в принципе для человека, для человечества, да, то теперь естественно возник вопрос, а как же это, как же выбраться из этой ситуации? Что делать? И тут надо в принципе комплекс мер предпринимать, чтобы как-то, как я уже говорил, бороться, как вот некоторые говорят, бороться с темными силами, ну, сомнительный тезис для меня, потому что бороться, ну, скажем так, так, если тут, как я уже говорю, огромное количество представителей, имеющих энергетическую форму из других материальных вселенных, да, вот этих паразитических существ, то вот как напрямую с ними бороться, это надо сначала уметь их видеть, то есть обладать какими-то экстрасенсорными способностями, и уметь входить в какое-то взаимодействие энергетическое, чтобы вот так прям воздействие как-то осуществлять на них, ну, вы же сами понимаете, что большинство людей этого не умеет совершенно, и не знает, как это делать, то есть там может какие-то единицы могут, какие-то, которые уже обладают такими способностями. Бороться по этому термин, мне кажется, неправильный. Нейтрализовывать можно воздействие, понимая их методы работы, их механизмы воздействия на человечество. Вот, и хотя бы самым примитивным изменением, которое можно достичь, это начать с того, что, во-первых, воспитывать людей мыслящих, чего, кстати, представители этих цивилизаций очень упорно не хотят, так как они понимают, что если человек станет мыслящим, и основная масса людей станет мыслящими и понимающими многие процессы, для них это уже все. То есть вся эта система будет как бы на виду, и манипуляции, и воздействия разного вида, да, и как бы для них уже будут проблемы удержания своего влияния, скажем, на человечество. Поэтому, ну вот, как мое видение, это вот, значит, нужно вводить первое, допустим, во всех школах, образовательных учреждениях, какие-то новые дисциплины о том, как, допустим, работает мозг человека, не просто биологически, как он работает в связи с духовной сущностью. То есть как организм человека, как биологический комплекс, связанный с энергоструктурой и с духовной сущностью, как он работает, какой механизм этой работы, как на уровне ДНК проявляются животные инстинкты, как этими животными инстинктами можно управлять, вот, как можно управлять собственным сознанием, своим мозгом. Вот, одна из дисциплин такая должна вводиться в образовательные учреждения. Вот, потом следующее, как я вижу, дисциплина должна быть. Говорят, что при Сталине, во времена Сталина, она на какое-то время даже в школе была. Очень важный предмет – это логика. Если человека с детства не научить логическим построением логических цепочек и нахождением глубинных причинно-следственных связей, человек, к сожалению, вырастает в легко подверженной манипуляции, очень примитивном мышлении, поверхностным суждениям, такими примитивными шаблонами. Вот, поэтому в школе обязательно должен быть предмет логики. Логика, и, наверное, она должна быть переструктурирована. Я не знаю, какая логика преподавалась при Сталине, но слышал, что это было. Надо смотреть, но хотя бы на начальном этапе какие-то логические рассуждения, то есть, эта наука должна показывать прямо со школы. Третий предмет, значит, который надо вводить в образовательные учреждения обязательно, это дисциплина, которая показывает разные способы манипуляции и воздействия на сознание. Не обязательно на энергетическом плане, на энергетическом, наверное, появится в будущем, в любом случае при развитии человечества, как цивилизации. Потому что эти процессы многим еще неизвестны. Но вот то, что уже имеется сейчас, то, что используют, допустим, политтехнологи разного уровня, то, что известно психологам методы манипуляции, вот это должно быть объединено в какую-то научную дисциплину и должно преподаваться в школе, я считаю. Чтобы человек, когда он уже из школы поступает в институт, он видел четко, в каком месте им манипулируют. То есть, он прям четко видел, вот он включает телевизор. Ага, вот здесь используется такой метод манипуляции. Так, здесь вот такой. То есть, человек становится мыслящим и понимающим эти процессы. И, соответственно, он не вовлекается в разные эгрегоры, в разные непонятные манипулятивные схемы, которые ему навязываются некими лицами, тоже сомнительного свойства. Ну и также, наверное, должен быть какой-то предмет отдельной манипуляции со школы, который развивает отдельно какие-то способности к аналитике мозга. Способность мозга к глубокой аналитике, к глубинному пониманию механизмов. У отдельных людей это есть с рождения, это, видимо, проработано в прошлых жизнях, поэтому некоторые люди очень быстро и хорошо плавают в этой теме. А большинству людей нужно это со школы преподавать. То есть, вот методы глубокой аналитики любого процесса, любого явления. И через эту дисциплину, я считаю, можно также повлиять на то, чтобы человек был более мыслящим, более разумным и так далее. Да, здесь я хотел бы добавить, что, ну, как многие контактеры говорят, на Земле действительно основной урок для многих душ, это прежде всего воспитание такого духовного качества, как, безусловно, любовь. Это на Земле для многих душ основной урок, но не нужно забывать, да, безусловно, любовь, она, это хорошее качество, и оно позволяет, как сказать, наработка этого качества, оно позволяет подняться на достаточно высокий духовный уровень. Но нужно и нарабатывать и остальные качества, не только в безусловной любви, потому что надо нарабатывать определенные качества, которые ведут к мудрости, к определенной духовной. Потому что, ведь у нас, мы идем по лестнице духовной эволюции, мы стремимся быть как абсолюта, абсолютно триллионы разных качеств, и, безусловно, любовь только одно из них. Вот, поэтому мы должны постоянно самосовершенствоваться, совершенно разносторонним развития, и аналитические способности свои совершенствовать, и интеллектуальные, и способности к определению, где тобой манипулируют, где тобой не манипулируют, какие воздействия совершают. То есть, углубляться во все механизмы понимания разных процессов. Вот, тогда мы себя обогащаем разными навыками. Ведь дело в том, что, когда человек учится чему-то новому, даже в интеллектуальном плане, это тоже духовное развитие. Потому что появление каких-то у человека способностей к аналитическому мышлению, это тоже меняет его энергетику, и меняет его духовную структуру. Поэтому все, что человек делает в любой сфере, интеллектуально, аналитически, вникая вглубь процессов, это все наработка духовных качеств. Поэтому нельзя упор делать только, это мое мнение, как бы мнение многих цивилизаций, упор делать только на, безусловно, любовь. Развитие должно быть разносторонним. Вот тогда человек будет расширяться во всех духовных аспектах, и это будет действительно мудрая, любящая, понимающая многие процессы, сущность. Так, ну, наверное, на этом на сегодня все. Мне кажется, было, с моей стороны был обширный доклад. Если кого-то возникли вопросы, задавайте под этим видео. Еще раз подчеркну, что большая часть той информации, которую я сегодня передал, это не мое личное мнение, это мнение разных внеземных цивилизаций и представителей духовного мира, которые курируют Землю с высших уровней духовного мира. Поэтому я практически своего ничего, наверное, не сказал. и мне, конечно, я не считаю себя никаким авторитетом, никаким гуру. Мне не нужно доверять, как бы сказать, безапелляционно так. И надо все проверять, как я уже говорил. Моя задача была просто поделиться той информацией, на которую был запрос от зрителей. И почему-то высший я, невоплощенная часть, почему-то толкала меня на проведение вот этого лекции, доклада. С этим еще надо разбираться. Поэтому анализируйте, думайте, включайте свои мыслительные процессы, своего мозга и воспринимайте меня, в том числе, критически. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин